Сходу включу, потому что твои рассказы, они золотого стоят, понимаешь? А ты что, запись включаешь? Я уже включил запись. Ну вот, значит, я урежу информацию. Я поступил на радиофизику, между прочим, в МГУ. И перевели меня на радиофизику в РУДН. Но тогда у РУДН была такая система. Первый год все изучают иностранный язык. А иностранный у тебя какой был язык? Тогда было три берберских языка, английский, французский, испанский. Сейчас в университете около 20 языков изучают, включая такие редкие, как китайский, хинди и прочее, тамильский. А тогда только три. Ну и преподаватели, значит, тест формальный надо было проходить. Какой язык изучали? Я говорю, немецкий. Вопрос такой, скажите. Ну, по-английски, естественно. All right, right. Я right, right. Годится. Потом берут ее саджик бумаги. Pencil. Бумажка показывает мне, да? Передо мной бумага. Я pencil, pencil. Годится. В общем, говорит, а потом приходит, прибегает какая-то женщина. Чего вы к нему пристали? Он все равно будет изучать арабский язык. Была сделана попытка. Ну, по всей вероятности, нас готовили, в общем, ввели роли резидентов для Ближнего Востока. Ну, вот группа была такая. И вот я попал в группу, в месяц языка никакого не было. Вот. Все ждали преподавать арабский язык. Значит, прослушали мы ряд резидентов, которые работали там, на Ближнем Востоке. Много интереса вы еще и узнали. А Коран с первого дня. Зато усилили Коран. То есть, одна лекция... Так ты знаток Корана, оказывается. А, почти. Значит, одна лекция по Корану и одно семинарское занятие по Корану в неделю. Значит, поскольку языка не было, значит, увеличили нагрузку и так далее. Потом нас перевели на английский язык. Вот. Мне все равно было, кстати. Вот. Ну, и первые два месяца я получал. Больше двойки я не получал. Это было редко. Обычно единис, а то и ноль. Поскольку я удивлялся, как же так может быть, что доте. Например, доте. Четыре звука и восемь букв. И я на немецкий язык для себя внутри шифровал. Да, ухтер, писал доте. Да, ухтер. Что за идиоты из англичаня, да. Значит, это... И писал каждую неделю. Мама, отпустите меня обратно в МГУ. Меня не отпускали. Я себе объяснил, почему. Да? Ну, да, 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 да. Потому что тут тоже выцепились. Оттуда не отпускали, потому что я член партии был. Вот. И статистику МГУ испортил бы. А здесь тоже не отпускали, поскольку прибрыли члена партии. Понимаешь? Значит, я получилось так, что без всяких экзаменов учился первый год, потом еще два года. У нас было общее обучение для всех специальностей. И вот в конце уже первого курса, когда мы от анализа изучали, нам попались удивительные преподаватели. Тогда было много таких. Сейчас очень мало. Ну, скажем, на завтра 100-120 интервалов взять. Не, ну, это типично. Что ты рассказываешь? И так каждый день. И так каждый день. Ну, мы сразу, так сказать, тогда большинство детишек, которых одели в Африке, привезли сюда. Образование было никакое. Но зато они очень-таки податливы были в смысле дружбы. Поэтому они безробно принимали наши условия. К завтрашнему дню, да, вот тебе 10 интервалов, реши. Ну, куда они бегали решать? И мы тоже, кстати, к старшекурсикам. Да? Ну, да. И вот, значит, один из старшекурсиков, Вася Курышкин, светлая ему память. Кстати, тоже было добро. Курышкин с тобой учился, оказывается, да? Курышкин Василий Васильевич, ну, он два года старше был. Он в Дубне, он уже в Дубне работал, по-моему, да? Да. О, ты это знаешь. Наше неустойчивое соединение. Ну, потому что он был друг Элиаса, значит, это Кубинис, который был вице-директором Дубны. А, он нравится. Да, это же. Ну, короче говоря, он заметил, говорит, Куль, говорит, телки-палки, интеграл. Их степень ен на экспоненту и так далее. Ты же знаешь, научили, как брать по частям, чтобы эта степень пока исчезнет, понимаешь? Число ен увеличивается. Ну, это же нудно и долго. Поэтому я каждый раз придумал какой-то свой метод, делал какую-то странную, непонятную подстановку и получал правильный результат. И он мне говорит, Куль, елки-палки, брось нафиг эту радиофизику, тем более собираясь экспериментом заниматься, иди в теоретики. У тебя свой особый взгляд на вещи. Вот его слова. Значит, ну, это меня, конечно, ни к чему не убедило. Вот Толю я вижу Климова. Толя, привет. Привет, привет, привет. Да, но и тут Вася рассказывает. Поздравляю, поздравление моё, Николай Владимирович, сели. Спасибо, ещё ты скажешь. Значит, вот слушай, и тут Вася рассказывает, говорит, Коль, говорит, я закончил сельскохозяйственный техникум. Он говорит. Значит, проработал после этого год агрономом. Пошёл в армию. Пришёл из армии, поступил в Тимиряцевскую академию. Проучился год Тимиряцевской академии. Увидел на кафедре физики портрет этого Ненко ДД. Дмитрий Дмитриевич, который в МГУМ был. А он одно время там завязывал кафедрой. А там в то время его поклонники руководили этой кафедрой. Ну и такие интересные вещи про физику говорили. Он увлёкся. Плюнул на, извините, на сельское хозяйство. И перевёлся на физику, на теоретическую физику. Можете представить? Талантливый парень безумно оказался. Поехал к Деброльеву на сжировку. И результат его деятельности от Тодда. Он придумал новую квантовую механику, в которой возможно ввести новую квантовую функцию распределения, которая всегда положительная. Ну, как классики, одним словом. Ну, при существующих аксиомах квантовой механики, я же рассказывал, это невозможно сделать. Надо было что-то в консерватории этой сломать, подпортить. И Вася заменил правило соответствия, которое переходит к операторам, на однозначное правило. Вот он отказался от этого и такой ценой добился построения. Значит, и он собирался защищаться удобнее на эту, как раз на эту тему. Но там было влияние. Знаете почему? Он же ученик Терлецкого. А там было свое лобби к этому времени. Хотя Терлецкий по рекомендации Берия был направлен первым директором теоретического отдела в Дубну. Тоже, наверное, знаете, в историю можете посмотреть. Почему Берия? А потому что Терлецкий руководил отделом переводчиков. 12 человек там было. Из ныне живущих. Ну, кого мучают по этому вопросу, это профессор Рилов. Вот он сейчас в нашей конференции, сегодня он там будет выступать. Значит, короче говоря, он знал там критическую массу и так далее. А, значит, Курчатов соберет, так сказать, человек 10-15, говорит, будут штурмы. И начинает обсуждать, какая критическая масса. Ну, вот, грубо говоря, от килограммов до тонн, туда-сюда. Ну, и тут пауза. Значит, два человека знают результат. Это Терлецкий и Курчатов. Курчатов понятно, откуда знает, а Терлецкий? Нет, а Терлецкий начальник группы переводчиков. А, и тоже понятно. А, значит, никто не знает, включая Зельдовича. Я так, еще пять минут. Короче говоря, значит, ну, говорит, Курчатов говорит, по моим предположениям, зависимо от частоты, так сказать, да, урана, это будет в районе, там, например, здесь видно так, 40-50 килограмм. Говорит, надо построить болванку на качеле, маятник сделать. И будем длину маятника, это самое, одну половину болванки закрепим на земле, а вторая половина, значит, колеблется. И вот нейтроны будем мерить. Да, поток нейтронов увеличивает, температура увеличивает и так далее. Ну, построили на территории нынешнего Курчатовского института, ближе к Мосфореке, в этих опыту сейчас Латерлецкий, который, это из первых рук. Ну, говорит, значит, температура уже, говорит, 200 градусов, это болванки нижние, которые вся в датчиках, число нейтрону, померяют и так далее. Значит, наверху все стоят. Ну, вот, ребята, пора прятаться. Курчатов, говорит, ну, как рвануло, значит, все это разнесло. Естественно, там не ядерно, там тепловой удар произошел. Понятно. Да, разнесло, загадывает, это все. И вот, реально, как бы, страшно удивлено, говорит, я, говорит, там оказался на этой территории, говорит, ближе к реке, лет через 10, смотрю, уже там огороды, было окружено все, понимаешь, там часть земли пытались. Вот такие интересные вещи рассказывал. Ну, в общем, короче говоря, когда Вася Куриченко рассказал такие вещи, да, ну, какая тут черта радиофизика? Вот я из радиофизики переэквалифизировался в теоретике. И не жалею, между прочим. Потому что радиофизикой я, когда был студентом, эсперантом, со всего университета ко мне приводили манитофоны обычные, потом видеоманитофоны, радиоприемники карманные и так далее, я занимался их ремонтом мгновенно. Вот. И для меня по принципу, значит, не выгодно же брать деньгами и даже валютой, а борзыми щенками за хорошее отношение. Поэтому со мной дружили все коменданты. Ну ладно, ты там не раскрывай нам тайны своей подпольной жизни. Не нужно это сегодня. Давай. Ну, в общем, это как-нибудь мы отдельно соберемся. То, что рассказывал Цирилецкий, Яков Петрович, это, конечно, удивительные вещи. Это... Цирилецкого за это очень не любили. Он был очень информерный человек. Когда звезды героев вешали, то трудово. А некоторым и вторую, и третью, да? Цирилецкий тихо улыбался. Да. Вот. Ну, это другая отдельная история. Значит, и по его мнению... А ему уже ничего не... Да, одну минуту. Закончу. Красиво, закончу. Говорят, конечно, говорит, Курчатов безумно талантливый человек, как ученый, да? Но, говорит, несоизмеримо больше его вклад, его как организатора. Это, говорит, просто Советскому Союзу повезло. Вот повезло. Вот появился один из таких организаторов, Башков Владимир Львович. Здравствуй, Володя. Здравствуй. Я тут принес тебе отзыв, который я хотел прочесть по поводу твоего дня рождения. Дай я сейчас прочту его. Российский комитет по проблеме шаровой молнии при отделении мониторника высокоэнергетических процессов РАЭН награждает члена корреспондента РАЭН Николая Владимировича Самсоненко за выдающиеся результаты в исследованиях аэрлодного ядерного синтеза и скоростную организационную работу в области ядерной физики и физики шаровой молнии, подготовки молодых исследователей и в связи с 80-летием. Президент Российского комитета ВЛ. Спасибо, Володя. Я очень признателен. Ну, подарок ты получишь при встрече. Я тебе там две книжки приготовил. Друзья, я открою большой секрет. Издюй, Володь, перебил. Значит, я об этом хотел сказать, но думаю, сейчас будет место. Ровно через неделю, 26 числа, у Володи будет юбилей. 70 лет. А поскольку у нас будет вебинар после обеда, то мне придется с утра, я заготовил ему много книжек, я приеду ему с виски, значит, с любимыми моими четырьмя томами Деброли. Они у него есть, будут, еще будут, еще будут. Вот. И еще с другими интересными книжками, с подарками, я вам слово. Приеду домой на академическую, чтобы ты не таскал вот этот груз. Я тебя поздравлю с утра 26 числа. А вы все примите к сведению, что вот этот уникальный человек, с моей точки зрения, очень здорово похож на Курчатова. Многие наши выпускники университета, в том числе мои студенты, стали докторами, профессорами, академиками, но никто не сумел вот сочетать в такой степени свой научный потенциал с организационными способностями. Потому что я знаю, как это сложно, и как многие пытаются, понимаете, но это же можно человека обидеть, отказать и проще, и проще. Вот как это фильтровать людей, чтобы семинар был на достойном уровне. И потом сплотить единомышленников. Вот твои ребята, вот я там редко бываю, но бываю. Там Резнов, Низовцев, Низовцев, Буртаев, Магницкий. Это команда, которая там, в МГУ, понимаете, вокруг него. И к нему народ тянется. Только тебе надо... Николай, 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 можно я тебя прерву? Ну, вот к нам присоединился Жак Руе. Вот он на твой день рождения пришел. Жак Руе, Франция. Французское общество, аналогичное нашему. Жак, I'm glad to... that you are... that you are connected to our webinar. Thank you very much. Well, thank you very much for the invitation. I just wanted to make sure it is working, because, you know, I don't want to disturb you too much. I am the only one not speaking Russian, so I just wanted to tell you hello and hope you are working well together. So, congratulations. Thank you very much. I cannot stay with you, unfortunately. Some slides in my presentation occasionally will be presented to you, especially to you in English. Oh, please, please, don't feel obliged, you know. Okay. Друзья, сейчас... Друзья, я сейчас в 16 минут, 16 часов, 1 минута. Я уже включил запись довольно давно, поэтому не делаю свое представление о том, что обычно я начинаю с того, что я включил запись. Но я прошу вас всех, кроме ведущего, выключить всех, кроме ведущего, выключить микрофоны. Они вам сейчас не понадобятся, потому что вы все равно все будете слышать. А, Жак, I ask you to switch off your microphone. I can do that myself. А, Жак, Жак, он доступен. Окей, Климов, Климов, остался Климов. Друзья, мы начинаем сегодняшний такой торжественный вебинар. Запись я включил где-то примерно 20 минут назад, и мы послушали интересный рассказ Николая Владимировича. Но сейчас формальная часть вебинара начинается. Сегодня, 19 мая 2021 года, московское время, 16 часов 2 минуты. Сегодня у нас вебинар с названием Николай Владимирович Самсоненко и развитие науки о холодном ядерном синтезе в России к 80-летию со дня рождения. Такое довольно пафосное название. И Николай Владимирович два раза слезно молил меня. Давай, Валерий Николаевич, изменим название. Но я стоял на своем. Название это я придумал. И сейчас объясню, почему. Дело в том, что вот если оглянуться назад, в историю исследования холодного синтеза, на мой взгляд, вот Ковач присоединяется к нам из Финляндии. Вообще большая международная аудитория Николая Владимировича пришла. Вот если оглянуться назад на историю исследования холодного синтеза, по крайней мере в России, мы ведем себя излишне, излишне, по-моему, скромно. У нас огромное достижение. Очень интересная научная общественность работает. Но мы поддаемся вот этой критике совершенно оголтелой со стороны некоторых академических кругов и мало себя рекламируем. Поэтому вот такое пафосное название. Я думаю, это нужно нам продолжать, такую политику. Это вот моя точка зрения. И еще одну вещь я хотел сказать вот о роли информации. Дело в том, что вот Николай Владимирович для меня в первую очередь, хотя он очень важный вклад в мои научные деятельности вложил, но для меня он в первую очередь руководитель семинара своего по холодному синтезу, который начался в 91-м году. Я, кстати, для него сегодня удивительную вещь сказал, что, по-видимому, семинару уже 30 лет. Не только 80 лет Самсоненко, но и 30 лет семинару. Он сам удивился этому. Так вот, о роли накопления знаний и их распространения. Дело в том, что вот существует такой вопрос, а почему Западная Европа, которая отставала от Ближнего Востока и Средней Азии очень сильно, примерно 1800 лет назад, в дальнейшем очень резко обогнала вот эту Ближний Восток и Среднюю Азию. И один из ответов на этот вопрос состоит в том, что в Европе Гутенберг изобрел книгопечатание и вот распространение книг, распространение знаний и накопление знаний, возможно, сыграли вот такую роль в ускорении развития в Европе. Ну, наверное, другие есть версии, но вот это мне очень нравится. Сейчас я попробую включить... Сейчас вот непосредственно к биографии Николая Владимировича. Я сейчас попробую включить свой экран. Вот, я надеюсь, вы видите... Я надеюсь, вы видите... Сейчас слайд-шоу включу и... Слайд-шоу и включу. И вот мы на экране, я надеюсь, мы видим вот такую фотографию и на фоне этой фотографии я несколько слов скажу о биографии Николая Владимировича. Ну, мы видим Николая Владимировича с красным микрофоном в такой прекрасной форме Краснощекова. Ну, он сейчас немножко постарее, но, в общем, тоже в очень хорошей форме, Николай Владимирович. Я очень доволен. Так вот, собственно, о биографии. Она была прикреплена к объявлению о нашем сегодняшнем вебинаре. И там, я надеюсь, кто-то прочитал, может быть, но там есть серьезные, на мой взгляд, упущения в этой официальной биографии. Поэтому я скажу несколько слов от себя по биографии Николая Владимировича. Значит, Николай Самсоненко родился 15 мая 15 мая 1941 года. Практически за месяц, за месяц и одну неделю до начала Великой Отечественной войны. И вот попал, вот мальчик, маленький мальчик, попал, по сути дела, в жернова вот этой вот... Друзья, у кого там включен... Пожалуйста, отключите его. Кто свежий подключился, отключайте немедленно микрофоны. Вот попал в жернова в жернова войны, которая вот прокатилась по тем местам, где он родился. А родился он в Витебской области, в деревне, по сути дела, под Витебском. Так вот, в дальнейшем события так развивались. Не сразу, потому что партизанское движение в Белоруссии, оно как бы набирало ход в течение нескольких там месяцев и даже полутора лет примерно. Родители Николая Владимировича, отец и мама, это были 19-летние молодые люди, они ушли в партизаны примерно через год. А своего сыночка, Николая Владимировича, оставили на попечение бабушки и дедушки. Но нашлись, значит, вот добрые люди в кавычках, которые сообщили администрации немецкой, что вот эти вот люди, значит, у них дети в партизанском отряде и их забрали в концентрационный лагерь. И Николай Владимирович Самсоненко в возрасте двух лет прошел через контрационный лагерь или фильтрационный, не знаю, как его получше сказать. И вот он мне рассказал такую интересную историю, что для того, чтобы мальчика двухлетнего, чтобы он более-менее нормально рос, питание было, по сути дела, трава, я так понимаю, в этом лагере. Дедушка, значит, Николай Владимирович подползал под проволокой, под пулеметами возможными, подползал куда-то там, значит, вот на внешнюю землю, выкапывал земляных червей в банку, возвращался назад и бабушка готовила какую-то похлебку для мальчика, белковую похлебку. Вот так рос этот малыш. Ну, этот малыш, но интересно, что вот война, ну, неинтересно, вот так получилось, что война, когда прокатилась назад через эти места, папа Николая Владимирович ушел на фронт, уже в регулярной армии, и там погиб, к сожалению. поэтому Николай Владимирович Самсоник к тому же еще и сирота, вот, там мама только осталась. Но советская власть вот так устроена была, и так все было устроено, что тем не менее, вот в деревне он сумел окончить семь классов школы, сумел окончить семь классов школы, и, чтобы не висеть обузой на маминых плечах, он ушел учиться в Минский энергетический техникум, это 1955 год, вот, ушел учиться, значит, вот это семь лет в школе, и ему там 14 лет, и вот он ушел в Минский энергетический техникум в 1955 году. Вот, интересно вот что, что в этом же 1955 году в Минске пошел учиться еще один участник нашего сегодняшнего вебинара, только не в техникум, а в школу, его зовут Валерий Николаевич Зателепин, я пошел в школу в Минске в 1955 году, и мы, получается, с Николаем Владимировичем Самсоненко ходили по одними и тем же улицам, но только, естественно, тогда, это было уже бог весь сколько лет назад, друг друга совершенно не знали, так, а мой отец туда был направлен, чтобы поднимать, создавать завод по производству радиоаппаратуры из Москвы. Николай Владимирович закончил успешно этот техникум, кстати, он начал заниматься, вот, будучи в техникуме, начал заниматься коротковолновой связью, а может быть, даже и раньше еще и в школе, он был радиолюбителем, и в конечном счете уже после в армии он стал мастером спорта по этому виду спорта. Вот в Советском Союзе был такой вид спорта, то есть это не просто ученый, это мастер спорта еще к тому же, наш Николай Владимирович Самсоненко. После окончания вот этого техникума Николая Самсоненко направили руководителем, это 18-летний парень, по сути дела, его направили руководителем районного, значит, отдела электрификации в Коль, по-моему, это в Гомель или Брест. Куда это было? Ну, в какой-то район Белоруссии. Это город Давид Городок. Давид Городок, Брестская область. Да, вот он мне об этом говорил, но я тут немножко подзабыл. Итак, вот вы представляете, в 17-18 лет начальник вот такого подразделения очень крупного. Работал там, по сути дела, всего два года, а в 60-м году пошел в армию, ну, фактически не в армию, а в МАФ. Армия в МАФ это немножко разные вещи. В МАФ, я ускоряюсь, и поскольку, ну, чтобы не затягивать, значит, в МАФ служил в очень интересных частях в центральном радиоотряде, радиоразведке в городе Купавно, но бывал и на флотах, и на кораблях, ну, будучи вот моряком, по сути дела. После окончания службы в армии, кстати, тоже советская власть была очень интересно устроена, в армии их, а это, понимаете, это отряд подобранных технически грамотных людей, отдельный радиоотряд, радиоразведки, их готовили специально для поступления в институты, к ним приезжали, значит, преподаватели, которые готовили их вот к поступлению в различные институты, и после окончания службы в армии Николай Владимирович поступил на физфак МГУ, проучился там, по сути дела, один-два месяца, и по ряду обстоятельств, не буду их сейчас расшифровывать, а чего там, собственно, скрывать, по экономическим соображениям, по сути дела, как я понял, перевелся в РУДН, где чуть-чуть больше стипендия, и кроме того, там давали подъемные на покупку одежды. Николай в то время ходил в институт в гимнастерке после армии. Вот так сирота, ну, к сожалению, вот так жизнь устроена была. Ну, вот Николай Владимирович окончил РУДН, там, и так далее. Вот началась уже, по сути дела, официальная биография, которую вы можете прочитать. Но я тут вот отмечу две-три позиции важные. Во-первых, 78-го года Николай Владимирович доцент кафедры теорфизики. Вот смотрите, человек из деревни белорусской стал доцентом теорфизики. Вот только подумайте, вот это какая, вот какая метаморфоза интересная, так? Вот. И, ну, там суперинтересно. Вот введение в теорию кварков. Вот разве думал мальчик из деревни, что он будет заниматься кварками? Вот так устроена интересная жизнь. Ну, для нас вот интересно, что в 80-81 году он проходил стажировку в институте Анри Пуанкаре и институте Пьера и Марии Кюри во Франции. Вот научный руководитель у него Луи Деброй и Жерар Петье, о которых он на семинарах много нам рассказывал. Ну, с Луи Дебройлем, как я понял, встречался буквально там один или два раза. Фактически руководителем реально был Жерар Петье. В 90-м году он стажер Лондонского империал-колледжа, а научный руководитель у него Абдул Салам, это нобелевский лауреат. Я вот когда вот эту автобиографию прочитал, я понял, откуда Николай Владимирович знает про значит, вот то направление, которым, собственно, я занимаюсь, связанное вот с Ионом Барута, потому что Ион Барута работал тоже с Саламом. вот таким это основание, почему он знаком с этими работами. Еще раз убеждаемся, что распространение и накопление информации это ключевая вещь в развитии любой науки. Ну, Самсоненко автор более 150 научных работ, публикации основные вы можете прочитать в приложении к объявлению к нашему вебинару, на мой взгляд, там ну там ни одной почему-то работы нету вот в основных публикациях, связанных с Ионом Барута, на мой взгляд, это очень важно, а у Николая Самсоненко на эту тему много, по крайней мере, есть тоже работы. Вот, друзья, я закончил, я закончил свою, я закончил свое введение биографию Самсоненко, я на это введение отводил 10 минут, а потратил на самом деле 14 минут, но по-моему этот человек этого заслуживает. У нас 39 участников, Николай, это ну, это огромное количество и очень много, мы видим, что много желающих послушать наш сегодняшний вебинар. у меня, я, собственно, закончил, у нас первый выступающий с научным докладом, у нас будет несколько выступающих, и первый выступающий это Климов Анатолий, Анатолий Иванович, Пожалуйста, включай, сейчас, секундочку, Толя, я дам тебе право, дам тебе право, да, пожалуйста, включай свою демонстрацию. Да, мы видим, все нормально, так, мы видим, все нормально. Итак, значит, ну, я еще раз, значит, хочу, значит, поздравить Николая Владимировича, ну, эту же самую фотографию, она мне тоже понравилась, я ее выбрал среди, вот, так сказать, ну, хороших воспоминаний, любимых воспоминаний, которые связаны с проведением конференции в Дагомесе, и я помню, как Николай Владимирович в одних плавках, мы там ездили на автобусе, значит, на пляж, а он там бегом, как молодой спортсмен, в одних плавках, туда-обратно, так сказать, вот, значит, все удивлялись его, значит, спортивной форме, это раз, ну, и второе, там, незабываемые, конечно, были вечера, когда Николай Владимирович даже угощал нас на площадке перед этим вот отелем, значит, и вином, и шоколадом, почему-то у меня в памяти шоколад, вот, и действительно, эти вот беседы были, значит, неформальные обстановки, значит, научные беседы, ну, и я все время, вот, пытался как-то разговаривать мне Николай Владимирович, значит, по поводу слабых взаимодействий, значит, вот этот вот гигантский виртуальный там, бозон, значит, который там ответственен за формирование нейтрина, значит, который имеет 200 масс протонов, значит, но у меня в голове не укладывалось, откуда эта вот такая щель, значит, в физическом вакууме, которая не позволяет так просто, как вот Пархомов говорит, ну, чего там 2 МЦ квадрат родить 2 нейтрина, у них там 5 электронов вольт, ну, в любой плазме их полно, да не полно, вот этот вот веб-озон, он, так сказать, дает некий, так сказать, порог, который очень трудно преодолеть, и вот, по сути дела, малое сечение взаимодействия, так сказать, вот нейтрины, значит, она вот связана с формированием, ну, вот с точки зрения, так сказать, уравнений, там, может быть, наверное, все понятно, но для экспериментаторов важно было, чтобы, да, на пальцах донесли суть дела, так сказать, как влиять на эту вот щель, можно ли ее, значит, вот, каким-то образом, так сказать, расщепить эти уровни, так, чтобы можно было наблюдать, типа, эффекта Зеймана, так сказать, ну, и так далее, и так далее, для экспериментаторов, ну, важно, значит, некоторые путеводные, значит, рекомендации из теории, которые можно проверить в эксперименте. Ну, вот, к сожалению, так я и до сих пор не получил, значит, вот этих вот простых и ясных указаний, разъяснений, в надежде, что Николай Владимирович нам на пальцах все это донесет, но кому, как не ему, значит, специалистов нейтринной физики, так сказать, об этом говорить. Ну, это вот такая небольшая заставка, пожелания, значит, ну, а теперь, вот, все-таки, значит, Валерий Николаевич сказал, поделиться, ну, вот, на этом совещании, теми вопросами в области физики, ну, к чему, ну, не холодно уже синтеза, это, так сказать, мы условно, говорим, названия так и нет, значит, вот, тех вот данных, которые связаны с Лейнером, там, сейчас Ланнер и так далее, и так далее, так сказать, но некими процессами, комплексом экспериментальных данных, которые, так сказать, связаны, значит, с выделением энергии раз, с транспортацией два, вот, с различными видами излучения три, вот, ну, можно еще называть до пяти, так сказать, признаков, значит, вот этого, значит, нового направления, который, вот я вчера только встречался, вы не поверите, с депутатом из Госдумы, и человек максимально приближен, вот, к тому, чтобы достижения науки, вне, так сказать, были внедрены, вот, в технологии нашей страны, и что? А ничего, значит, вот, а мы смотрим, как у вас пойдет дело, пойдет или не пойдет, сомневаемся во всем, значит, вот отношение верхов к низам, а для того, чтобы пошло, нужны финансирования, вот, говорят, ну, хорошо, мы вам поможем выйти на ФПИ, фонд прикладных, перспективных исследований, есть такое, но, из этого следует, что, значит, их опять интересует конкретная игрушка, за которую вам будут платить, а не фундаментальная наука, которая нам нужна прежде всего, не тот центр, о котором мы все мечтаем работать, в рамках, так сказать, не только, вот, как Валерий Николаевич говорит, вот, знаний, которые несем в массы, но и, значит, вот, ну, все-таки координация наших работ, раз, мозговые атаки, два, ну, и, вот, формулировки тех потенциальных направлений, которым будут действительно заинтересованы и государство, и наука. ну, вот, значит, все-таки я хотел бы вас опять вернуть к тому вопросу, о котором я вот последнее время все чаще и чаще говорил, что вот все-таки, значит, вот нам не удается в нашей установке построить хороший теплообменник. Почему? Да потому, что вот когда мы померили, значит, значит, профиль температуры в длинной, длинной трубке, там, у нас максимальная длина доходила до двух метров, значит, как вот, вот этот гетерогенный плазм, который формируется в этом гихревом реакторе, значит, как она остывает, значит, вот по мере продвижения по тракту, значит, ну, и вы хорошо помните вот этот график, который говорит о том, что если идет активная среда, ну, я имею в виду, значит, вот, нарабатывается активно, эрозия идет, значит, нано-кластеры, значит, металла, ну, в данном случае у нас никель был, нано-кластеры, значит, никеля, и водяная пара радиоцировала, значит, получались атомарный, значит, водород и ионизированный водород, то есть протоны, по сути дела, взаимодействовали вот с этими металлическими нано-кластерами, ну, и вот, вот теплообменник хорошо работал до 20 сантиметров, а здесь коп, так называемый вот коэффициент, значит, преобразования энергии, значит, плазменной, в новую тепловую, становился меньше единиц, вот есть красные черты, а вот в буферном потоке, если взять там азот, допустим, инертный газ, значит, аргон, по теплофизическому свойствам он мало чем отличается от воздуха, так сказать, там вот этого процесса нет, температура держится как положено, так сказать, на протяжении всего тракта, и теплообменник делать не составляет никакого труда, но здесь и копа нету, здесь только мы мерили, вот этот эксперимент нам позволял померить тепловые потери, постольку, поскольку в аргоне он точно совпадал с электрическим нагревателем, когда, значит, просто греете, допустим, воздушный поток электрическим нагревателем, калибруйте наш вот этот экривориателем, вот, ну и вот понимаете, значит, это вот одна часть, значит, значит, задачи, как объяснить-то это дело, какой механизм ответственен за остывание такой резкой плазмы, то есть плазма получается, что есть участки, где можно брать энергию, а есть участки, где она охлаждается, как холодильник работает, вот, и я вспомнил незаслуженно забытый материал, когда я пришел откуда, так сказать, взаимодействие, изучал вот плазменных потоков с набегающими телами, летящими телами и с ударными волнами, то есть я занимался так называемой новой отраслью науки, значит, которая сейчас признана во всем мире, магнитной плазменной аэродинамикой, мы были пионерами этого дела, то есть мы впервые показали, что можно воздействовать на головную ударную волну и практически ее разрушать, так сказать, значит, или там вот изменять интенсивность очень сильно, это было показано и в баллистических экспериментах, это было показано и в экспериментах на ударных трубах, вот здесь вы видите, классическая ударная труба, секция высокого давления, секция низкого давления, это буферный, значит, объем бочков, который истекает поток за ударной, за фронтом ударной волны, а вот 11-11 это электроды, вот здесь создается электрический разряд, ну и много там, значит, контактных и бесконтактных датчиков, прежде всего оптических, оптические интерферометры, шлирен методы, значит, ну и в том числе и пьезодатчики, это контактные уже, значит, которые позволяли нам, ну вот вы видите, здесь одна из установок, значит, вот этого, значит, вот на этой вот диэлектрической секции мы создавали, значит, импульсный разряд, холодный разряд, я немножко о параметрах скажу позже, но, вот, я должен похвастаться, что, ну, Советский Союз, на то и был Советский Союз, что есть, что вспомнить, гордиться за науку, была сделана установка уникальная в мире, вот на этой секции можно делать было все разряды, самостоятельные, несамостоятельные, комбинированные, некомбинированные, в том числе мы использовали электронный пучок, значит, и, значит, ну, это довольно такая сложная установка, значит, вот, значит, работали при пониженных давлениях, чтобы не было контракций, чтобы было такое равномерное, равномерное, так сказать, слабосветящиеся зоны, вот, ну, и вот важно отметить, что мы подбирали такие параметры разряда, и время горения разряда, чтобы, так сказать, при этих вот условиях пониженного давления, значит, энерговклад был меньше, чем в начальной энтальпии, но вот вы видите, это приблизительно 30% от энтальпии, поэтому нагрев, вот, если посмотреть, вот, как по высоте был нагрет вот этот вот разряд, видно, что здесь вот у нас максимум, значит, температура поднималась там до 330, ну, в общем, здесь 30 градусов ДТТ, в области катодного пятен, катодного слоя, 250. Ну, то есть, это не так много, по сравнению с тем, что было получено в эксперименте, вот, о котором я хотел сказать. Вот, когда ударная волна входила в зону, вот, плазм, вот, это вот фоторазвертка, здесь показано, значит, расстояние, путь, значит, и мы можем следить, вот, если, вот, это мгновенный снимок, как вот расщепляется ударная волна, в этой области плазмы, был один фронт, становится, вот, вы видите, два фронта, значит, и они расходятся, то есть, это невозможно с точки зрения газовой динамики, ерунда, напомню, никто нам, так сказать, 10 лет не верил для того, чтобы выдать диплом на открытие, значит, и более того, она ускорялась, и вот расщепление, вы видите, вот, они расходятся, это вот, если мы вот следим за этой точкой, вот здесь вот сделаем некую щель, и будем смотреть, как движутся вот эти вот участки, то, а в этом направлении фоторегистратор разворачивает процесс по времени, ну, это вот, как на салаграме вы видите, по углу наклона можно сказать, что вот тут скорость ударной волны была, допустим, 1000 метров в секунду, в области плазмы, она увеличилась, так сказать, ну, 1500 становилось, вот, вот это, наоборот, отставала вторая волна, так сказать, значит, видно метелка, так сказать, расщепление, так вот, когда посчитали, значит, а сколько ж надо температуру, чтобы вот такое ускорение получить, получилось, что там должна быть температура порядка двух, трех тысяч градусов, которые, ну, в принципе, не должно быть, так сказать, никакие измерения не давали нам, значит, ну, и вот такая сложная конфигурация, когда выстреливались из фронта некие солитоны, вот формируется один, вот здесь уже сформировался второй, и вот здесь формируется, значит, вот здесь хорошо видно, формируется третий. Так вот, в плазме, значит, когда она входит, да, начальный профиль плотности здесь показан, извините, начальный профиль плотности показан, вот он, значит, это ступенька, ну, а здесь вот начальный уровень, значит, И видно, что у первых возмущений, по сравнению со скачком плотности начальным, плотность падает, скорость растет. И по мере продвижения вглубь это все показано совмещено. На самом деле надо сделать раскадровку. Это уже далеко волна вошла в область плазмы. Поэтому начальное состояние – это уже конечное. А когда начинает выходить, все опять сгребается. Вот она была, вот такая трехгодная. Вы видите, что когда она выходит из плазмы, фронт опять укручается, уже нет этой гармошки. Уже видно, что… Да, и скорость тормозится, кстати говоря, почти до прежнего значения. Значит, ну вот такие профили плотности и давления. Да, это вот начальная плотность, это вот плотностная, а это вот давление, начальное давление, дельта П и конечное. Значит, были получены скорости, были четко промерены с хорошей точностью. Значит, и мы получили, значит, возможность определить, вот я к чему веду, что… На самом деле это был, наверное, первый эксперимент, значит, у меня. А может быть и… Ну там уже шли эксперименты по холодному синтезу в Советском Союзе. Но это было сделано в каком году? Это было сделано в 80-м году. Значит, вот, значит, появилась возможность посмотреть, а сколько энергии выделяется за этой ударной волной. Вот по известным профилям скорости и по плотности давления и скорости. Значит, поскольку, поскольку, значит, вот на газодинамике все это процедуру умеют делать, ну, с точностью там, значит, великолепно. Вся физхимия родилась на технологии или, значит, методе использования ударных труб. Все реакционные времена, все вот эти вот энерговыделения, все они с хорошей точностью были, значит, промерены на ударных трубах. Поэтому эта методика хорошо опробирована. И она сводится к тому, что, то есть, работает у нас, значит, ну, я не знаю, видно всем. У меня вот здесь вот внизу, значит, вот это вот, значит, три закона работают, значит, это вот, если мы возьмем вот опять, значит, канал ударная труба. И вот, допустим, это некий, так сказать, зона энергоподвода, значит, ну, в частности, говоря, вот этот вот энергоподвод может сидеть прямо на фронте. То есть, это вот может быть, значит, отождественно с фронтом ударной волны. Значит, во фронт входит поток, из фронта выходит. Так вот, в теории ударных волн, вот, значит, пишется три уравнения известного сохранения, закон сохранения массы, импульса и энергии. И обратите внимание, потому что помимо энтальпии, вот, с правой стороны, коль скоро мы добавляем энергию, есть величина КУ, который мы хотим определить. Так вот, значит, можно разрешить эти уравнения, они выглядят вот таким вот образом, относительно, значит, вот скорости, давления, плотности. То есть, это скачок скорости на ударной волне, плотности, давления, плотности. И обратите внимание, ну, я не буду сейчас, м – это число маха, отношение скорости ударной волны к скорости звука. Значит, уравнения там, это алгебраические уравнения, они достаточно просто решаются. Но в решении, вы видите, в каждом вот из этих членов есть плюс-минус, значит, вот член, который содержит вот этот вот параметр Домкеллера, он так и называется, отношение введенной или выделенной энергии к энтальпии, теплосодержанию среды воздуха, значит, который находится, ну, или плазма, вот те 200 градусов, о которых я говорил. Значит, так вот, плюс-минус – это первый вот важный момент, который говорит, что есть сильное решение с плюсом, есть минус, слабое решение. Значит, первое относится к детонационным волнам, второе – к скачкам конденсации. Я сейчас буду все вести, что и в плазме мы наблюдаем какие-то специфические процессы плазменной конденсации и обратные процессы, которые могут объяснить экспериментальный результат. Ну, вот смотрите, вот здесь вот как раз представлено в таблице отношение, то, что мы померили, значит, на первом фронте, втором фронте ударной волны, это без всего. Контрольный эксперимент. Давление, скорость как меняется, ну, это число маха. Вот из тех уравнений можно точно, значит, вот выписать соотношение для этого Q, которое мы хотим определить. Оно, видите, зависит от перепада давления и плотности. Померю, все, я могу найти вот эту величину, которую я и нашел. Значит, вот обратите внимание, важный результат получился. Значит, 4,2 аж нулевое, вот это начальная энтопия, приблизительно 1,5 кг на грамм. А вложили мы в разряд 0,34. То есть сейчас бы сказали, что коп у меня получился десятка, то есть делю вот это на это, получается 10. Так это в 80-м году было 10. Мы сейчас ни на йоту не снизились. Но обратите внимание, что на втором скачке, который в гармошке разбегается, значит, идет поглощение энергии. Значит, и причем суммарное, полтора плюс минус 1,3, 0, близко к нулю. То есть в целом система, так сказать, значит, реально не выделяет энергии, так сказать, вот после прохождения ударной волны. Она приходит к своему прежнему состоянию. То есть энергия-то, получается, вывод, что каким-то образом берется из фронта ударной волны. Он как-то заставляет, так сказать, выделяться, а потом поглощается. Довольно сложный процесс. Очень похоже на то, что мы имеем в вихревом реакторе. И второе. Вот из всех этих знаков оказывается, что для того, чтобы получить вот эти вот результаты, допустим, по скорости, значит, по давлению, надо брать знак минус, а не плюс. Значит, никакой там детонации нет. Никакого там обычного, так сказать, выделения а-ля химия, взрыв, получается, взрывной процесс, нет. А есть минус. Когда у вас рождаются скачки конденсации, которые хорошо видны, когда самолет летит во влажной атмосфере, там от него прям вот эти вот скачки конденсации визуализируются. Ну, вот это вот как раз, значит, если иметь вот это вот соотношение, вот теоретически вот эти формулки дают 1600, а в эксперименте мы намерили довольно близко 1800. Ну и основные гипотезы и выводы. Значит, вот экспериментальные результаты, на мой взгляд, на ПВР, то есть плазменном вихревом реакторе и ударной трубе, имеют, значит, взаимную корреляцию по энерговыделению в пространстве или во времени. На ударной волне они связаны пространство и время. Были сделаны предположения, что процесс энерговыделения в плазменных потоках может быть связан со специфическими процессами плазменной конденсации, ну, я уже обозначил ПК, которые связаны прежде всего с образованием в плазме, с наличием в плазме заряженных частиц. Они выступают как центры конденсации. Для чего? Ну, вот я должен вспомнить здесь Никитина Анатолия Ильича, он делал доклад. Даже вот дипольные молекулы, они могут сделать некий классер вокруг, значит, вот этого, значит, заряда. Ну, а тем более, если мы знаем, что в разрядах электронно возбужденных состояний на три порядка больше, чем в заряженных состояний. Поэтому, значит, в электронно возбужденных там дипольные моменты очень большие, гораздо больше, чем в воде. Это же надо тоже помнить. Значит, и не исключено, что мы имеем дело вот с формированием возбужденных, заряженных нано-кластеров вот в такой, значит, плазме. Вот зачинщиком является какой-то генератор типа ударной волны. Вот. И, значит, плазма из газообразной становится гетероплазмой. То есть я опять вот вас свожу к тому, подвожу вас к тому, что то, что нам говорили, так сказать, в учебниках школьных, что там все просто в этих вот разрядах, ну, допустим, контракция разряда. Ну, вот с точки зрения, так сказать, плазмохимики, да, там кинетика другая идет. Другая-то другая, но вопрос, когда задаешь напрямую, а выделяется энергия там, так сказать, вот если нету там тока, я взял, оборвал ток и, так сказать, вот резко поднял давление. Никто ответить толком не может. То есть даже вот процессы такие, как контракция разряда, значит, они очень смахивают на то, что вот действительно специфические процессы плазменной конденсации могут иметь место даже и вот без присутствия ударной волны, если мы нарушим, так сказать, вот условия проведения, ну, резко каким-то образом, там, плотность, давление. Процессы взаимодействия, значит, протонов, вот если мы имеем дело, так сказать, с плазмой дополнительно, в которой имеется, значит, водород, что мы имеем? Во-первых, вот эти кластеры, во-вторых, есть и ионы водорода. Значит, вот на мой взгляд, они могут являться основой Ленр. То есть все равно все сведется к тому, чтобы изучить взаимодействие вот ионов, то есть протонов водорода, значит, с заряженными. Это же, так сказать, получается, значит, некий центр, который может ускорять в своей зоне электроны до больших значений вплоть до КЭВН. Значит, вот, и, собственно, ну, это некая, так сказать, вот идея, с которой я хотел поделиться с вами, значит, вот в этом коротком сегодня юбилейном, значит, семинаре, посвященном Николаю Владимировичу Самсенову. Спасибо за внимание. Анатолий Иванович, спасибо огромное. Ну, ты занял не 15-20 минут, а 25 минут. Ну, молодец, почти уложился. Друзья, мы сегодня не делаем комментариев, мы не задаем вопросов, мы просто выступаем. Но я, как ведущий, позволю все-таки себе поаплодировать Анатолию Ивановичу. Он предложил великолепную идею, которая реализуется, легко реализуется в газовой среде. Это перераспределение энергии от одних участков потока к другим. И поэтому, когда вы в каком-то одном участке потока меряете энергию, она совсем может не сохраняться, потому что обмен ведется с огромным потоком и остальным вниз. И вверх по потоку. Спасибо, Анатолий Иванович. И убирай, пожалуйста, свою презентацию. И мы передадим микрофон, слово передадим Пархомову Александру Георгиевичу. Ну, я хотел бы рассказать о том, как мы познакомились с Николаем Владимировичем. Это было очень-очень давно. Но, наверное, Николаю Владимировичу будет приятно это вот все вспомнить. О публике, может быть, будет интересно. Это было, насколько я помню, это был 87-88 год. Еще было далеко до презентации Френьшмана и Понса о холодном термояде. В общем-то, никто еще и не говорил, по сути дела. Ну, вот был такой вот сенсационный эксперимент в то время проведен в Институте экспериментальной теоретической физики. Было обнаружено, что нейтрино имеет массу покоя. Было получено значение 30 электрон вольт. Ну, это оказалось значение сильно завышенным. Но, тем не менее, это был такой результат, который сколыхнул много исследований. Ну, Зельдович тут же, значит, сообразил, что вот есть такая загадочная скрытая масса во Вселенной или ее называют темная материя, что вот эта вот нейтрино, она вот и есть эта вот темная материя. Ну, я вот заинтересовался этим, сделал какие-то прикидки и пришел к выводу, ну, если они масса, значит, потоки этих частиц могут концентрироваться в гравитационных полях. Можно как-то вот просматривать способы управления этими потоками, а если их, так сказать, обуздать, то можно найти им применение, ну, например, для того, чтобы как средство связи с непрозначенными объектами или для управления радиоактивным распадом. Ну, вот я стал ходить с этими идеями по разным организациям, делать доклады в разных аудиториях. Ну, и вот я оказался у Николая Владимировича в Ордвене. Уж не помню, сам напросился или он меня пригласил. Это было, да, 87-й, ну, может быть, 88-й год. Ну, помню этот огромный зал на седьмом этаже. Публики было, по-моему, три или четыре человека, очень мало. Ну, тогда о презентациях мы вообще и слыхом не слыхали. Были плакаты, были такие вот слайды размером 24 на 36 миллиметров. И для того, чтобы их видеть, надо было иметь такой проектор с мощной лампой накаливания, чтобы было что-то видно, затеняли окна. Ну, в общем, вот такого рода доклад был в Ордвене в то время. Ну, да, я помню, что отношение было очень благожелательное. Ну, это все имело потом продолжение. Вот с какой целью я эти доклады делал? Ну, чтобы пробудить интерес к этим вещам. И действительно, этот интерес пробудился. Значит, в какое-то время меня вызывает начальство и говорит, что я должен сделать доклад в военно-промышленной комиссии. Ну, вот это... Ну, значит, ну что, вот у нас был такой талантливый человек, Сережа Луанов. Он обладал художественными способностями. Нарисовали мы очень красивые плакаты и пошли в эту военно-промышленную комиссию. Что это такое? Значит, туда простой смертный проникнуть, конечно, не может. Вход через Спасские ворота. Пропуск – это такие пропуски, которые имеют вид красивых ассигнаций с водными знаками. В самом помещении, на каждом углу, не только при входе, а на каждом углу стоят, значит, сотрудники КГБ с автоматами. Ну, вот вхожу, и тут же тормозят. Ну, пропускав порядки, что такое? Оказывается, туда положено идти в костюме и при галстике. А я оказался в каком-то святерочке, в котором обычно ходил на работу. Пришлось там согласовывать, звонить этому тому, кто нас вызывал. Ну, в общем, прошли мы туда. И, да, очень-очень доброжелательно нас выслушал этот сотрудник. Сейчас помню даже его фамилию, Сычев такой вот был. Ну, отпустили нас от Свояси, но этим не кончилось. Смотрю, значит, меня вызывают в институт сначала общей физики с докладом. Ну, там все прошло так очень хорошо. А потом я попал к Фиан, к Цареву. Ну, там меня разракомили вообще по всем статьям, живого места не оставили. Единственное, кто, значит, что-то хорошее сказал, это был Владимир Ильич. Ну, Владимир Ильич, конечно, не Ленин, а Владимир Ильич Мурманцев. Ну, несмотря вот на такой разгром, оказалось, что эти работы заинтересовали военных. И нам было выделено финансирование. И три года мы работали, и было шесть отчетов. И что, значит, хочу сказать, в этих работах активное участие принимал Николай Владимирович. В чем его была роль? Он, пожалуй, впервые показал, что когда энергия нейтрина становится очень низкой, то сечение взаимодействия сначала падает, а начинает опять возрастать. И может стать очень большим. Это было довольно смелое по тем временам утверждение. И что еще? Владимир, среди участников было много. По-моему, было где-то до пяти научных групп, которыми мы этим занимались. В частности, этим тоже занимался Владимир Ильич Мурманцев. Он меня пригласил к себе в Институт физической химии. Мы поговорили. И что оказалось, что я думал, что я первый все это придумал. А он мне показал уже, по-моему, три толстенных манускрипта, в которых все свойства нейтрина со всех сторон были изложены. И все работы, которые во всем мире были сделаны, они были в этих манускриптах присутствовали. Ну, это все продолжалось очень хорошо до, значит, было, так сказать, 89-й, 90-й, 91-й год. Мы работаем уже там теоретически большие серьезные наработки были, уже, значит, эксперименты какие-то начались. Ну, и вот все, Советский Союз разрушился, и все, все это прекратилось. И дальше я, то есть, пришлось мне самому эти эксперименты делать. Ну, вы можете прочитать об этом в книге, которую меня в свое время как-то некто заставили написать. Ну, вот, я думаю, это не во вред. Ну, а что касается Николая Владимировича, при чем он? При чем он тут? Вот семинары. Начались семинары по холодному ядерному синтезу. Ну, я так довольно скептически относился к этому поначалу. Но Николай Владимирович мне регулярно напоминал, что я должен, я должен ходить на этот семинар. Ну, я ходил так через каллоду, ходил, ну, был в курсе этих дел. Ну, а потом, это было в 2011 году, ну, там шумиха поднялась по поводу работ Росси. Юрий Николай Бажутов организовал исследования и пригласил меня принять участие в этих исследованиях. Но с тех пор я начал активно работать в этой области. Ну, что я могу сказать о Николая Владимировича? Ну, у нас было два центра консолидации, как вы знаете. Это вот семинары Николая Владимировича Самсоненко и, значит, ежегодные конференции, которые организовал Юрий Николаевич Бажутов. Ну, что главнее, что важнее? Ну, я думаю, что самое важнее всего – это все-таки семинары, которые проводил Николай Владимирович. Почему? Потому что, если бы не эти семинары, то наверняка и не удалось бы созывать эти конференции. И что? Значит, ну, смотрите, в результате работы Николая Владимировича и других у нас в России создалось, я бы сказал, уникальное такое, уникальное содружество людей, значит, которые работают над одной вот этой важнейшей, это важнейшая проблема. И я думаю, ни в одной стране мира такого нет. Вот это вот честь и хвала Николаю Владимировичу. Ну, я бы мог вот проиллюстрировать, дать некоторую иллюстрацию, если это можно, да? Да, пожалуйста, конечно, у тебя есть право, пожалуйста. Так, вот. Это я не пойму опять, как это сделать. Вот сейчас. Так, сейчас, 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 пока слайдер. Мы не видим, мы не видим своего экрана, Саша. Так, есть, да? Нет, экраны не видим. Ты зеленую клавишу нажал. Я нажимал. А вот у меня есть экран появился. Это понятно. А у нас? Я нажимал, нажимал. Сейчас еще раз нажму. Так, вот, демонстрация экрана. Демонстрация экрана. Нажал. Нажал. Давай подождем немножко, потому что это иногда почему-то медленно срабатывает. Надо после того, как нажать совместное использование, выбрать твою презентацию. Так, так, он выбрал свою презентацию, да. Нажимаю на нее. Сначала, сначала, сначала экран нужно увидеть. Вы теперь видите, нет? Нет, нет. Экраны нет. Так. Ну, вот, жму еще раз. Демонстрация экрана. Так, выбирай твою презентацию. Вот она. А, вот. Выбирай. Зима, пока слайдов, да. Да не, пока слайдов, а выбирай именно просто. Нажми, нажми на эту самую. На окошечко презентации нажми. На окошечко презентации жму. Так. Саша Просвирнов, у него не демонстрируется экран его. Я понимаю, что не демонстрируется. А в презентации или там еще что-то? Он его не выбирает. Нет, нет, это еще рано нажимать. Мы должны увидеть просто экран его компьютера. А мы его не видим. Мы видим самого Пархомова, а экрана компьютера мы не видим. Вот. Наверное, может быть, Саш Пархомов, может быть, давай, как сделаем. Мы дадим слово следующему выступающему. А тебе, я думаю, нужно просто перезапустить этот самый, как его, вот этот зум перезапустить. Что-то там у тебя, какой-то клинч в зуме произошел и не запускает демонстрацию экрана. Так, ну-ка, может, здесь что-то нет? Ну, вот, всегда запускалось нормально, сейчас что-то не идет. Ну, ладно, давайте. Ну, собственно, главное, я вам сказал, главное. А там просто картинки, некоторые картинки, на которых изображен Николай Владимирович. Ну, можно и без этого обойтись. Главное, теплые слова. Желаем ему хорошего здоровья, долгих лет, плодотворной жизни. Ну, вот, спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша, Леонид Ильич. Спасибо, спасибо огромное. Значит, закончил Пархомов свою презентацию. Презентацию Леонид Ирбекович Рудской. Леонид Ильич, давай, вывешивай свою презентацию, если ты меня слышишь. Надо звук включить. А, вот, да. Леонид, надо звук включить. Вот и ты звук включил. Молодец, все здорово, так? Все, видишь? У меня хорошие советчики. Ну, не знаю, здорово. Отлично. Хорошо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Далекая, но солнечная Абхазия приветствует всех участников семинара и напоминает, что границы Абхазии широко открыты для исследователей низкоэнергетических ядерных реакций. В связи с широко отмечаемым юбилеем Самсоненко Николая Владимировича, президент Республики Абхазия Бжанни Аслан Георгиевич поручил составить приветственный адрес в честь юбиляра. К сожалению, сам президент в настоящий момент находится с официальным визитом в Сирии, не может принять участие в семинаре. Вы все, конечно же, знаете, что помимо России Абхазию признали семь государств, в числе которых такие высокоразвитые страны, как Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Бануато и другие. Таким образом, если раньше девизом наших исследований низкоэнергетических ядерных реакций в Абхазии являлся тезис «Непризнанному государству непризнанная наука», то к сегодняшнему дню этот девиз начинает явно устаревать. Более того, в настоящий момент возникла реальная опасность того, что если процесс признания государственности Абхазии примет лавинообразный характер, то она может просто обезлюдить. Все жители Абхазии разъедутся по миру в качестве послов и консульских работников. Но пока, слава богу, этого не произошло, и высокая честь зачитать приветствие юбиляра от абхазских исследований низкоэнергетических ядерных реакций выпало мне. Дорогой Николай Владимирович, все мы, абхазцы, занимающиеся исследованием низкоэнергетических ядерных реакций, хорошо познаем и высоко ценим вашу многолетнюю подвижническую деятельность и ваш личный вклад в исследование этой актуальной проблемы. Ваше имя прочно вошло в историю исследований низкоэнергетических ядерных реакций в России. Николай Владимирович является известным специалистом в области физики элементарных частиц, физики нейтрин и физики слабых взаимодействий. Но помимо узкой специализации, нашего юбиляра отличает глубокое знание и понимание практически всех разделов физики. В Шархоу также известна его многолетняя педагогическая деятельность в университете дружбы народов. Многие десятки выпускников РУДН могут с гордостью сказать, что они учились у Николая Владимировича. Нельзя обойти вниманием и чисто человеческие качества юбиляра. Удивительную коммуникабельность, доброжелательность к людям, а его своевременно протянутая дружеская рука помогла многим его коллегам. Являясь мужчиной средних лет, он обладает крепким рукопожатием, обаятельной улыбкой и громким, хорошо поставленным голосом. Но если мы перечислили бы только одни достоинства юбиляра, то его образ выглядел бы слишком идеалистическим. Поэтому мы вынуждены сказать о его чисто человеческих недостатках. Чисту главных его недостатков следует отнести любопытство. Но это не обычное человеческое любопытство, а любопытство чисто научное. И именно оно привлекает его внимание к неожиданным результатам экспериментов и оригинальным теоретическим результатам. Но у него существуют и человеческие недостатки, которых он лишен начисто. И в первую очередь тот недостаток, которого он абсолютно лишен, это не благословность. Но благодаря именно этому отсутствию юбиляра недостатка, участники проводимого им семинара много лет узнали для себя много нового из истории физики и биографии самого юбиляра. Таким образом, несмотря на перечисленные достоинства и недостатки, а также неблагоприятную эпидеологическую обстановку, абхазские исследователи Лерн сердечно приглашают юбиляра посетить Абхазию в этом году. Если он сочтет возможным принять наше приглашение, то его пытливому взору ученого откроются прекрасные виды южного склона Кавказского хребта. Видим. Видите? Да. Сможет полюбоваться красотой горных рек, принять участие в рафтинге. Вот вы видите, здесь очень такое место. Место хорошее. Насладиться видом величавой текущих рек. Также сможет искупаться... Сейчас мы поймем, где искупаться. Извините. Небольшая техническая задержка. Искупаться в чистом море, поскольку мы с гордостью можем сказать, что промышленное производство в Абхазии полностью отсутствует. А также насладиться... Людмила, моя супруга смотрит. Да-да-да, я понимаю. А также насладиться видами экзотических тропических растений и попробовать традиционные блюда абхазской кухни, к которым следует отнести вино, чачу и, конечно, шашлыки. Безусловно, мы приглашаем Николая Владимировича с его уважаемой супругой. Но нам не хотелось бы, чтобы у слушателя сегодняшнего семинара сложилось впечатление, что Абхазия является раем на земле. У нас тоже есть свои проблемы, одна из которых – это дефицит электричества. И чтобы иметь бесперебойное электроснабжение для проведения экспериментов, нам пришлось разработать макет устройства для производства электроэнергии. На слайде представлен макет, действующий макет этого устройства, в основу которого, конечно же, положено протекание низкоэнергетических ядерных реакций. Создание этого реактора нам очень сильно помогла теория сильных ядерных замоясений Барута, о которой нам сам юбиляр расскажет в своем докладе. Но помимо обычной туристической программы, которая доступна всем туристам, приезжающим в Абхазию юбиляра, будет ждать посещение Сухумского физико-технического института. Вот, можете на слайде видеть, как это выглядит сейчас. Немножко приукрашено, но, тем не менее, близко к правде. В этом институте его ждет посещение хорошо оснащенной почти по последнему слову техники и диагностики, лаборатория. Хорошая, надежная осциллография. Вы видите наши, так сказать, осциллографические возможности. Дружный, молодой и очень гостеприимный коллектив, который с удовольствием будет слушать лекции Николая Владимировича. Вот коллектив представлен на слайде. Теперь, после того, как я продемонстрировал, так сказать, это было все такой рекламной паузой, я должен сказать, что руководители веб-семинара попросили меня рассказать о нашей совместной деятельности с юбиляром по созданию трудов Луи де Бройля. Мне кажется, что нет смысла перечислять все те сложности и трудности, которые нам пришлось с ним преодолевать, поскольку это достаточно утомительный и неинтересный. В этом вопросе важен конечный результат, а именно издание самих трудов. Оно вышло на русском языке, и даже в далекой Абхазии молодые исследователи читает Луи де Бройля. Должен отметить, что девушки, которых вы видите на картинке, так увлеклись чтением де Бройля, что не нашли времени выйти замуж. И часть ответственности лежит на нашем юбиляре. Поэтому я жду от него деловых предложений по этому вопросу, но хочу сразу предупредить, что за недостойных кандидатов мы наших абхазских девушек замуж не отдадим. И вместе с тем было бы справедливо, чтобы во искуплении части своей вины юбиляр к концу года написал отзывы на их диссертационные работы. Мы желаем здоровья и процветания юбиляру и поднимаем онлайн бокалы за его здоровье. Дорогой Николай Владимирович, будьте здоровы. Я сильно надеюсь, что участники семинара не обиделись на меня за мое такое шутливое выступление. Тем не менее, еще раз с юбилеем вас, Николай Владимирович. Дорогой Леня, большое спасибо. Когда речь пошла о девушках, моя жена махнула рукой и показала кулачок. Это нормальная женская реакция. Спасибо тебе. Я закончил свое выступление. Я вложился в 10 минут. Леонид, ну у тебя было больше, но спасибо. Ты уложился нормально. Ты начал в 59. Ты ровно 10 минут. Ты по бумаге что ли читал? Ровно 10 минут. Совершенно сочно 10 минут. Я просто выучил наизусть. Ну, ты как всегда супер. Что я тут могу сказать? Ты своим девушкам передай, что ты один из самых сильных физиков, которых я встречал в области, а если не самый даже, может быть, сильный, в области Лена. Так им и передай. Нет, нет, нет. Вы обычными комплиментами не делаетесь. Мне нужны будут отзывы, мне нужны будут оппоненты, поэтому я не зря рассказываю про своих девушек. Лень, конечно, безусловно. На нас можешь рассчитывать. Ну, ты просто, так сказать, сдобрил нашу скучную научную такую вот тусовку. Вот это шутливо и очень интересный. Ты счастливый человек. Ты в очень интересном месте находишься. Спасибо тебе. Я вас всех приглашаю посетить нас. Границы закрыты, Абхазская открыта. Понятно. Спасибо Леониду Ирбековичу. Высоцкий Владимир Иванович, вы слышите меня? Вам слово. Да, спасибо. Я включаю тогда демонстрацию экрана. Пожалуйста, мне дайте. Да, да, да. Ну, у вас право есть, пожалуйста, включайте. Все. Нажмите зеленую клавишу. Демонстрация экрана. Будет все нормально. Еще, еще, еще. Видно, да? Нет, пока нет. Будьте здоровы. А сейчас, наверное, видно. Вот сейчас, Владимир, сейчас видим. Здорово. Так, одну минуту еще. О, прекрасно. Так, уважаемые коллеги, мне очень приятно участвовать в этом мероприятии. Мне предупредили, мне Александра передала, так сказать, потенциальное приглашение от меня и от ее имени высказать некоторые слова поздравления Николаю Владимировичу. И очень кратко рассказать о некоторых таких работах, чисто бегло, которые мы провели за последние, грубо говоря, 30 лет. И которые непосредственно связаны с его семинаром. Значит, я вам скажу, что Николая Владимировича мы знаем, ну, примерно с 93-го, 94-го года, когда мы первые какие-то доклады делали по ядерным реакциям в биологических системах. И периодически я, когда подъезжал к Москве, это было, ну, примерно раза три в год, обязательно я приурачил свой приезд вот к этому, третьему четвергу, если я уже не забылся, это много лет прошло. И докладывал, делал доклады, ну, принимал участие в конференции в этих самых семинарах, делал доклады. Очень приятная обстановка. Когда мне сказали, что Николаю Владимировичу 80 лет, ну, я, так сказать, несколько удивился. Я что-то думал, что он, пожалуй, моложе меня. На самом деле, вот, очень здорово выглядит, и это ему поздравление. И пожелание еще много лет успешной творческой работы. Конечно, потому что семинары, это были действительно очень приятные, потому что к каждому докладу он делал такой обобщающий комментарий, и это было, ну, просто замечательно. Это было интересно. И многие люди, которые приходили туда, там всегда в конце было очень много студентов, и они, так сказать, с вниманием слушали, думали, для них это хорошая школа была и все прочее. Ну, так что примите наше поздравление от меня, от Александры. Она, к сожалению, не смогла, она вот как раз в дороге сейчас находится, она там, так сказать, где-то поехала по делам своим, все прочее, попросила меня это все вам передать. Ну, и заодно, вот у меня есть там порядка 10 минут, я хотел бы очень бегло рассказать о четырех характерных проблемах, которые, у них на самом деле много больше, но которые мы решали сначала с Рунаром Николаевичем Кузьминым, а потом с Аллой Александровной Корниловой, и которые вот непосредственно, ну, относятся, безусловно, непосредственно к Леннер. Я буду очень кратким, ну, извините, потому что времени совершенно нет. Ну, первая проблема – это метаоптимизация ядерного синтеза в кристаллических мишенях. Мы начали эти проблемы вот по годам. Это было примерно за 8-9 лет еще до экспериментов, которые в Юте проводились. Ну, эксперименты были очень простые. Мы посмотрели, как известно, есть такой ускорительный синтез, но он, как правило, неэффективный. Используя генераторы нейтронов, там, так сказать, КПД всегда меньше единицы, безусловно, потому что очень сильное торможение ускорничеств на электронах, на атомах и все прочее. Мы эту задачу пытались оптимизировать, и оптимизация очень простая. Идея такая была, что если использовать кристаллические мишени, то можно определенным образом направлять пучок частиц таким образом, чтобы усилить ядерное взаимодействие и одновременно относительно ослабить электронное взаимодействие. Вот характерный пример – обычное каналирование, когда идет, значит, ионы, они, значит, с осями или плосками не взаимодействуют. А вот если определенный угол впустить так, чтобы частицы двигались в поперечном направлении составляющих строго на барьерщиках, так они будут фактически быстро перепрыгивать от плоскости к плоскости и долго зависать, тем самым максимизируя ядерное взаимодействие. Но электронное тоже сильное, но оно намного более слабое. И вот эту задачу мы… Вот тут разные варианты. Если кристаллы типа литий-Д, так она, например, вообще вот очень интересная самофокусировка происходит и сильное взаимодействие, эту задачу мы… 1971 год, письма в ЖТФ, это было, видите, так сказать, вот контрольных кристаллических мишенек и письма в ЖТФ было. То есть интересно. Вот этой задачей мы занимались долго. Ну, естественно, что на этом фоне что-то такое положительное решить сделать было тяжело. Но, тем не менее, вот если мишени очень тонкие, то вполне выход энергии будет больше, чем потери. Это очень любопытно. Потом вторая задача, которую мы делали, это дистанционное управление вероятностью, скоростью энестропии гамма-распада ядер. Это снова мы начинали с рунарной крови, который ушел уже несколько месяцев назад. И дальше продолжили с Анной Корниловой кучу экспериментов. Ну, идея-то была очень простая. Вот любой спонтанный распад, в конце концов, процесс, когда возбужденное ядро взаимодействие с модами электромагнитного поля и синхронно с электронной подсистемой. Ну, как раз взаимодействие с полями дает нам спонтанный распад, а с электронной подсистемой это конгрессионный распад. Вот когда делать и работать в микроволнах, то, в принципе, можно развивать систему, что будет взаимодействие только с одной модой. Можно такой разреженной системы, резонатор, грубо И там известно, что можно очень сильно затормозить, например, спонтанный распад. В гамма-диапазоне это невозможно, потому что спектр мод невероятно плотный, ну вот по плотности модульцы посмотреть. И вот мы эту задачу решили, для этого сделали вот что, что задача как бы не только ядро и поле, а ядро, поле и система других ядер. Вот такая комплексная задача. Тогда за счет вот такого сложного взаимодействия, это внешнего экрана, удается косвенно переизменить время радиационного распада, изменить структуру мод поля здесь полностью. И мы подобные эксперименты провели. Вот один из характерных примеров. Очень простая такая задача. Например, вот у нас образец. Так, тут я извиняюсь, что-то мне картинка помешает. Образец стоит, потом детектор, коллиматор. Детектор видит только активный образец, издотоп. А сбоку мы ставили резонансные экраны разного типа. Казалось, он никак не должен влиять сюда. Но он меняет вероятность распада в эту сторону, меняется структура электромагнитных подполя, а поскольку это общий баланс, то это, естественно, меняет интенсивность распада в прямом направлении. Вот прямо мы проводили эксперименты. Вот видите, убираю или надвигаю сбоку экран, мы активность гамма-излучения в этом направлении менялась, причем это очень существенно. Но это был железо 57, не самый оптимальный изотоп, потому что там большая конверсия, но это было интересно. А потом провели еще второй эксперимент, целую серию. Это влияет на конверсионный распад. Вот в месбавровских ядрах этот конверсионный канал, он самый мощный, потому что он занимает коэффициент конверсии по десятке, 90 и больше процентов. Вот если возле изотопа поставили некие кристальчики, тем самым меняется плотность конечных состояний электронов, меняется их плотность, значит меняется вероятность канала. И вот прямо эксперименты. Вот берем детектор, изотоп и вот кристаллики, тонкие кристаллики, слюды, либо они близко, либо они подальше. И в зависимости от этого изменяется и гамма-излучение. Почему гамма меняется? Потому что мы конкурирующий канал либо ослабляем, либо усилием. Вот прямо видно, как изменяя размер, расстояние вот здесь вот, менялись эти все параметры. На этом принципе можно сделать даже такой гамма-прожектор. Если определенным образом резонансным экраном с маленькой дыркой окружить изотоп, подобрать нужные параметры, то излучение сюда будет подавлено, а в эту сторону будет вероятность та же. Но поскольку туда излучения нету, то конкуренция убрана, и все излучение пойдет строго вперед. То есть такая вещь в принципе возможна, очень интересно. И вот эти задачи у нас, видите, это не просто были фантазии, они опубликованы в очень серьезных журналах. В том числе это у меня сказали, физрев, сама теория была, физрев была, это строгая теория квантовая, очень серьезная. Потом эксперименты мы публиковали, Hyperfine Interaction, недавно вышла очень большая книжка в Соединенных Штатах, вот прямо у нас там большой-большой раздел, целая глава отдельно, управляемый, спонтанный распад месбавровских ядер. Это не относится напрямую к ядерному клэнеру, но это все-таки, видите, бесконтактные и, так сказать, предельно слабыми методами управления параметрами гамма-распада. Третий раздел, ну, естественно, это мы уже много-много раз рассказывали на семинаре у Николая Родиновича, это, значит, ядерные реакции Лендер, ну, преобразование стабильных радиоактивных изотопов. Ну, первые эксперименты, которые мы провели, это еще были где-то в 92-м году, это просто преобразование марганца плюс дектери 57-й железа, вот, и сразу, видите, иллюстрация прямо туда, это знаменитые буквально результаты, что вот, если в том оптимальном канале, где микробиологическая культура, это в культурах, это в биологии все было, то именно в оптимальном канале у нас разуме с Бауровским изотопом в 57-м образовывался, в остальных ничего нет. Или вот другой эксперимент был, тоже анализ, это времяпролетный масс-спектрометр, вот изотопы железа, это уже только другая реакция была, значит, по синтезу 54-го, там, 57-м, 54-го. Вот видно, что на экране с памятью записывается спектр железа, вот два изотопа 54-го и 56-го, а вот спектр образца неоптимальный, видно, что соотношение примерно такое же. А вот когда оптимальных условий, так видно, что 54-е железо, вот оно напрямую прямо вылезает, вот пик такой же самый 56-го, который примесный. Очень интересно. Потом мы перешли на трансмутацию радиоактивных изотопов, реакторных отходов, это тоже известная наша работа, начинали мы сразу с утилизации бария, вот спонтанный распад бария обычно, а вот ускоренный распад бария 140-го при наличии культуры. А потом перешли уже на цезий 137-й, который, кстати, больное место для всех. И вот видно, что там за 40 дней, скажем, активность падала, вот как начинала ускоренно спадать активность за счет преобразования цезия в барий 138-й, ну, при оптимальных дополнительных условиях. Ну, а здесь представлены результаты последние наши, это вот по максимальному, что получается, сейчас примерно за 8 дней мы можем порядка на 80% цезии 137-й преобразовать в барий, то есть уменьшить активность. То есть не надо ждать 30 лет, чтобы полураспад произошел, а это делается за 8 дней за счет процессов в культуре. Ну, какой механизм, я считаю, что это как раз, по моему мнению, это, ну, каждый имеет свою, так сказать, фишку. Я считаю, что тут процессы связаны с формированием когерентных королевых состояний, благодаря которым удается генерировать невероятно большие флуктуации энергии, которые, значит, при тепловой энергии на уровне, там, десятая доля электрон-вольт, а флуктуации могут быть много десятков киллоэлектрон-вольт. А для этого надо всего-навсего, чтобы объект находился в такой динамической системе. Это, да, вот за счет синхронизации собственных состояний частицы образуется флуктуация. Это все выражено через соотношение неопределенности. Стерейнер-Роберсон, видите, оно принципиально отличается вот тем, что там в знаменателе есть некий коэффициент корреляции вот здесь. Когда он стремится к единичке, то флуктуации и импульса энергии, соответственно, стремятся к бесконечности. Ну, вот эти подобные процессы, мы считаем, что они протекают, например, в области деления клеток, вот тут между двумя клетками. Тут как раз нестационарные потенциальные ямы. На входе в мембран, потом, скажем, в процессе репликации ДНК. Вот сюда, где попросту говорят, есть быстро меняющая нестационарная потенциальная яма, в которой находится частица, то на короткое время формируется когерентное коррелянное состояние, которое ведет к невероятным выбросам энергии. Надо, кстати, сказать, что эти состояния, они были открыты в 1930 году еще и незаслуженно забыты на 70 лет. Ну, вот удалось это ренировать и все прочее. Судаты отражены, тут и книжки, у нас куча статей, патенты есть очень интересные. Вот тоже, кстати, одно интересное применение. Мы проанализируем, наверное, такую задачу. Интересная задача. Значит, известно, что в морях, в морской геологии существует железо-марганцевая конкреция. Это такие вот слоистые образования, которые содержат железо, их масса много миллиардов тонн. Они на всех дах океанов, только под водой есть. Так вот, одна швейцарская компания провела невероятно тщательный анализ, работали 10 лет. Это специальный институт какой-то по эзотопным анализу. И они вот провели, вот тут показывают, это их данные. Данные, вот они где, в каких точках мирового океана исследовали спектр этих конкреций. Оказалось, всюду, без исключения, всюду полностью искажен изотопный состав. Причем строил в одну сторону. Всегда 57-го железа мало, меньше, чем норма, а 54-го и 56-го, ну, соответственно, больше. Везде, без исключения, где бы то ни было. В местных водах, но суши этого нет. Это только в морях и на дне океанов. Это невероятный результат. Мы его очень тщательно исследовали, публиковали, сейчас наша статья большая вышла. И ситуацию их объяснили очень просто. Дело в том, что всюду эти конкреции, там где они залегают, они на разных глубинах. От, так сказать, десятки метров до чуть ли до Мариинской впадины. Там всюду обязательно присутствуют некоторые микроорганизмы в очень большом количестве. И вот мы проанализировали эти все процессы. Дело в том, что в воде много есть натрия, естественно. Натрий-хлор, понятно. Потом в воде есть, а это марганец, там же марганец вместе находится. И вот когда марганец с протоном взаимодействует, получается 56-е, марганец с фосфором образуется 54-е железо, а вот дейтерия там нету, поэтому 57-е не образуется. Поэтому эти два в избытке, ну, относительно, конечно, это не так много, но когда мы пересчитали это все по всему количеству, по всему количеству, а это проб там невероятно, это данные все, точно оцифрованные все данные, то оказалось, что микроорганизмы на дне океана, это фраза удивительная, они производят железо, вот эти два изотопа, со скоростью порядка 1000 тонн в одну секунду. Это больше, чем все металлургические заводы мира, между прочим. Это очень интересно, это колоссальное количество. То есть полный перекос изотопного состава, причем строго в одну сторону и всегда, всегда в одну сторону. Очень интересная вещь. Второе направление, и вот эта задача, статья была опубликована, вот легко посчитать, детально все это описано. Второе направление, это вот тоже интересно, вот этих процессов, ядерные процессы в биологических системах, это связано уже с человеком, с медициной. Мы столкнулись, ну, заинтересовали такой задачкой, вот такие страшные фотографии. И это процессы, которые сопровождают стоматологию снова имплантов. Импланты, вы знаете, часто ставят, когда на там зуб вылетел, все прочее. Импланты делают из титана, и очень часто стоматологи говорят, что после импланта начинаются страшные осложнения. Вот видите такие жуткие фотографии, чтобы прямо смотреть страшно. То есть, в месте, где находится контакт импланта титанового с костной тканью, которая снова является кальций, получается очень невероятное разрушение, заболевание, черти что. Мы-то тоже все проделали, проанализировали. И оказалось, сначала теоретически посчитали, а кальция, есть одна единственная реакция, титан 46-й плюс кальций 48-й, образуется моливден 94-й. Выделяется при этом энергия. И в этом месте мы потом взяли эту систему и повторили искусственно. Взяли титан, взяли кальций, а во рту очень много микроорганизмов, слюна. И взяли, попросту говоря, в воду поплевали, положили компоненты, и эту реакцию обнаружили, подтвердили. Вот эта статья тоже опубликована, кстати, можно, вот она здесь написана, эта статья. Очень интересно. В организме человека, во ртовой полости, проходят ядерные реакции, трансмутации. Только для одного из отопов выполняются все нужные соотношения, то есть положительные реакции выхода энергии. А вот там эта энергия небольшая, там всего-навсего порядка 100 килоэлектрон в вольт. Но она выделяется в виде таких гиперзвуковых фанонов, она разрушает и костную ткань, и моливден там начинает охрупчивать все. И получает такие страшные разрушения. Дальше, начать, сам теоретический материал, ну вот это стимуляция, ага, вот это тоже теоретический, который, поскольку я последние уже 6 лет, так сказать, на семинаре у Николая Деньшина не бывает, то эти вещи мы не рассказывали. Аппликация, мы продолжаем работать совместные исследования. Это стимуляция ядерной лендер, удаленных мишеней с использованием тухающих температурных волн. Очень интересно. Я провел такой теоретический анализ, посмотрел на основы термодинамики, заложенные еще 120 лет назад. Оказалось, что там есть некоторые недоучеты, когда строились уравнения теплопроводности и температуропроводности и прочее. Там получится некое приближение, что любой фронт тепловой, он мгновенно релаксирует в каком-то месте, поэтому тепло переходит от места к месту, и мгновенно температура, так сказать, становится такой, как должен быть, средний. На самом деле это процесс с памятью, температура устанавливается с временем. Вот когда ты все строго учесть, то оказывается, что уравнение температуропроводности, оно меняется, и член с памятью – это время релаксации. Чему это привело? Когда это уравнение строго решить, получается уравнение для тепловых волн, температурных волн, такой вид имеет. Так что интересно в этом уравнении, что есть строго определенные частоты, ну тут даже сразу видно из самых форумов, строго определенные частоты, если они, вот эта величина равняется нулю на каких-то частотах, то у нас коэффициент поглощения этих волн равняется ноль. То есть температурные волны могут поглощаться без ослабления. Это удивительная вещь. Вот, то есть это строят частоты, они строго зависят от времени релаксации, которое в разных средах. В частности, воздуха. Частота минимальная – это примерно 80 МГц, это температурные волны не поглощающиеся, потом она кратная будет. В водичке – это уже сотни ГГц, в металлах – это уже ТГц и так далее, и так далее. И вот, оказывается, мы эти волны начали исследовать и исследовать их возможность. Как мы их вознуждали? Это очень просто – процессом кавитации. Кавитационная камера поступает под давлением водичка, образуются кузыки кавитационные, они всхлопываются, получаются удары. Гиперзвуково-ударная волна. И на выходе, получается, короткие такие тепловые импульсы действуют на поверхности атома, их раздоксинизируют, возбуждают, они излучают волну тепловую. И вот мы эти волны начали исследовать. И вот в том, что это тепловая волна минимальная, порядка 80 МГц. Это настолько высокие частоты, что это гиперзвук, это не акустик. Гиперзвук с такой частотой затухает на длине пару микрон всего на все. А мы эти волны начали исследовать, что на большом расстоянии. И вот на разных расстояниях исследовали, и в том числе вот спектр этих волн, которые мы мерили на расстояниях, это до двух метров, просто лаборатория не позволяла дальше. И вот строго эти волны, все они стоят в пике на своем месте. И эти волны мы наблюдали до частот, до двух гигагерц, тепловые волны на большом расстоянии. Теперь дальше самое интересное. После этого мы начали смотреть, а как эти тепловые волны могут стимулировать ядерные процессы в удаленных мишенях. И провели первые эксперименты. Таким образом, брали дитерированный титан, на большом расстоянии ставили. Вот снова та же система, кавитация, эти волны идут. И возле него ставили трековые детекторы. Обычный эксперимент. Но расстояние было большое, и никакого воздействия непосредственно здесь не было. Это было все в воздухе. И вот смотрите, уже первые эксперименты показали. Вот у нас детектор один торцевой, мишень цилиндрическая была, а один сбоку. И вот когда посмотреть, образовалась вот у нас возле торцевого, там диаксиальная симметрия, получились треки от альфа-частиц строго радиальные. А боковые, они прямолинейные. А здесь для контроля приведены тот же самый трековый детектор, брался пробный альфа-источник для того, чтобы сравнить, видите. То есть синтез реально реализовался. Причем, что интересно, по всем оценкам, это синтез как раз из трех каналов реакции ДД, который есть, а тот, который ведет к гелию четвертую, который в обычных случаях, вероятность его ничтожная. А тут он основной становится. Ну, какие причины, я времени не буду рассказывать. Вот эти треки, видите, радиальные треки, очень красиво идут каждый. Потому что мишень цилиндрическая и все прочее. После этого мы пошли еще дальше, фантастические вещи. Мало того, что мы воздействовали на мишень, мы взяли еще между мишенью и вот вместо формирования этих волн ставили стальной кран и пытались смотреть реализацию реакций за экраном стальным, когда вообще ничего не должно проходить. На самом деле, эти волны очень интересные. Эти волны, они такие импульсными пакетами доходят. Они не одинаковые. Дмитрий Иванович, сколько вам времени еще нужно? Вы уже 23 минуты говорите. Секунд 15-20. Эти волны доходят сюда, возбуждают ударные волны, те проходят насквозь, возбуждают вторичные волны и действуют на мишень. И в итоге, вот у нас, пожалуйста, вот трековые детекторы, вот в отдельных местах прямо видно, вот какие потоки треков и так далее. То есть, очень интересно, эти все задачи были. Я на этом свой доклад заканчиваю. Я просто сказал, что вот четыре характерных тип задачи, которые мы решали вместе с Рунарой Николаевичей Кузьминой и Александрой Корнилой, и продолжаем дальше. И мы с радостью, когда будет когда-нибудь возможность снова у Николана Владимировича выступить на семинаре, последние доклады мы, к сожалению, не смогли делать. Ну и в свою очередь, еще раз я хочу выразить самые лучшие пожелания, его поздравления, восхищение его энтузиазмом и пожеланиям многих лет творческой работы и приятной жизни. Спасибо. Я закончил. Спасибо, Владимир Иванович, за ваш доклад. Очень содержательный. Немножко затянули. Ну, ничего страшного. Информация очень интересная. Вы убрали свой экран. Спасибо. У нас следующее выступление зателепено. То есть я буду немножко расскажу, но я попробую довольно коротко. Да, вот не надо свой экран включать, выключите. Да, спасибо. Так, я попробую. Я надеюсь, что виден мой экран. Ну, я вот заглавие «Темный водород H2 с крышечкой. Электромагнитные и химические свойства». Авторы Баранова Зателепин, лаборатория «Инлис» в Москве. Ну, доклад вот сформирован из каких-то предыдущих материалов, которые, ну, вот я считаю, нужными рассказать сегодня. Значит, вот вся эта работа началась, связанная вот с «Темным водородом», она началась примерно в 2016 году, когда на семинаре Николая Владимировича я услышал, и вот мы с Барановым, моим партнером и другом, услышали идею Османа Барута о существовании специальной формы атома, совершенно не похожего на атом Резерфорда. Эту идею Барут высказал в 89-м году, вернее, опубликовал свою статью сразу, практически после работы, после выступления флейшмана Японса в марте 89-го года. Ну, вот даже в 15-м году, оказывается, вот я об этом узнал. Значит, в чем там идея Барута? Вот, если обычно электроны располагаются на внешних орбитах, то вот в идее Барута он предложил вот такой значок для иона Барута, это H2 с крышечкой и со знаком «плюс», потому что это ион, и он имеет знак «плюс». Два протона располагаются, значит, вот на внешних орбитах, а электрон, единственный электрон в этой структуре, располагается в центре и выступает в роли ядра. Вот из-за того, что протоны, они примерно там в 2000 раз тяжелее, чем электрон, то и размер вот этой структуры, он примерно в 2000 раз меньше, чем атом Бора. Но при этом потенциальная энергия, взаимодействие это кулоновское осталось тем же самым, поэтому, значит, поэтому вот в такой структуре ядерные частицы, электромагнитные частицы приближены, заряженные частицы приближены друг к другу, и при этом выделяется вот такая огромная энергия, 28 килоэлектрон вольт по расчетам Барута. Ну, мы вот эту идею положили в основу и сделали некий шажок вперед, пытаясь понять, как же будет устроен атом, а не ион, а атом, вот на этой основе, на основе иона Барута. Должен сказать, что этой же работой, ну, задолго до нас, а где-то примерно в 2003 году занимался Николай Владимирович, вот, и этим же занимался Вижье, и этим же занимались некоторая группа теоретиков в Югославии, тогда еще Югославия существовала. Но как-то эти работы затухли без поддержки экспериментаторов, и дальнейшего развития они не получили. Ну, там они некоторые числовые данные даже получали, я говорю об образовании атома из иона, поэтому я на них сейчас не ссылаюсь, а рассказываю о том, что сделали мы. Значит, вот, во-первых, Барут, он не высказал предположения о том, как же ион-то получается, то есть это финальное состояние, вот H2 с крышечкой плюс, он его рассчитал, а как это получить можно? Получить можно двумя механизмами, ну, вот один из них я вам показываю, это протий плюс протон может образовываться вот эта вот структура. Причем это все может происходить в очень холодных условиях, относительно холодных, потому что протон не нужен слишком горячий. Достаточно сравнительно холодного протона при комнатных, ну, может быть, чуть-чуть повыше, лучше 1000 градусов, ну, и даже при 300 градусах Хельвина, этот протон из сохранения там импульса и момента импульса, он может подсоединиться к этому вот протию и образовать вот эту структуру с выделением вот этой энергии. Мы пошли дальше, предположили, что если ион Барута бомбардировать электроном, а что тут бомбардировать, ведь это положительно заряженные частицы, поэтому электрон легко пойдет навстречу вот этой положительно заряженной частицы, то будет образовываться, может образоваться нейтральная частица, которую мы вот аналогично Баруту назвали H2 с крышечкой, но без плюса уже, это нейтрально заряженная частица. Расчеты наши показывают, ну, они основаны на методе Бора Заммерфельда, но это не квантовая механика, но квантовая механика, она не позволяет как бы иногда существо видеть, там некоторая запутанность возникает, поэтому для оценок Борзаммерфельд, по-моему, даже очень и годится. Вот и выделится 258 КФ при этом должно по нашим расчетам. В этом модель показывает, что электроны, вот она показана, как эта структура электроны, два электрона расположены внутри, и эти электроны бешено вращаются вокруг некоторого мысленного центра со скоростями, отличающимися в третьем знаке от скорости света. А по внешней орбите расположены протоны, и общий размер вот этой структуры примерно 0,5, 0,5, 60, примерно 65 фемтометров. Значит, вот здесь эта структура обладает рядом особенностей, очень интересных электромагнитных. Она, в частности, так устроена, что вот на этих расстояниях силы кулона ими можно пренебрегать, а релятивистские электроны друг с другом взаимодействуют и удерживаются на этих расстояниях за счет взаимодействия спин-спинного взаимодействия, потому что это очень маленькие расстояния, как видите, это порядка 100 фемтометров. Ну вот в такой вот установке, это не просто теоретические результаты, высосанные из пальца. Мы провели набор экспериментов на такой установке. Это свинцовая камера, в которой мы подаем водяной пар из генератора капель. Это, по сути дела, увлажнитель, то есть это не пар, а это такие капли, очень мелкие, микронные. Здесь вот ФЭО с ассоциационным датчиком, разряд порядка 20 кВ. Почему это все внутри свинцового домика, как мы говорим? Для того, чтобы можно было улавливать очень скромные сигналы вот этого 258 кВ, которые идут из вот этой зоны разряда, потому что аналогичного уровня сигналы фоновые, очень большие. Поэтому от них мы вот с помощью свинцового экрана защищаемся. Все это подается на осциллограф, ну и еще разные эксперименты можно с этим проводить. И это вот такие эксперименты подтвердили наши теоретические представления. Вот здесь показан вот график наш такой, самый коронный. По горизонтали показаны каналы. Если калибровать, то вот пик падает как раз на 258 кВ, а вот здесь счеты по вертикальной оси. Ну видно, что явный пик. Это сильно превышает там даже 5 сигма. Значит, ну вот, кроме того, мы сделали некоторые измерения, они очень важные, потому что почему-то люди этим пренебрегали для того, чтобы заметить, ведь темный водород, вот H2 с крышечкой без плюса не образуется, без иона Барута, сам собой он так сразу не образуется. И поэтому на предварительном этапе нужно получить, значит, вот подтверждение центральной, по крайней мере, рентгеновские спектры, которые покажут, что ион Барута образуется. Ну мы вот это вот и получили. Три, семь кВ, это вот некоторые возбужденные уровни, а вот это основной уровень 28 кВ, образование ион Барута. Тут, значит, я вот пропущу слайд, я просто хочу сказать, что нас постоянно критикуют, что электроны не могут так близко сойтись, потому что они гораздо больше, чем 10 минус 13 метра, вот, или даже 0,5 на 10 минус 13 метра. Ну вот я тут показываю, что клейные нишины еще до войны мировой, значит, они показали, что на самом деле вот это сечение рассеяния фотона на электроне, оно на самом деле очень маленьким. И Камптоновская вот эта формула, она совершенно ничего не говорит на самом деле. Это просто некий коэффициент, который указывает на преобразование частоты, а размере электрона, этот коэффициент в формуле Камптона с ней не связан. Формула клейные нишины на этот ответ дает. Вот, заряд, вернее, частица темный водород, который мы ввели, мы назвали это темный водород. Почему? Потому что она не светит в видимом диапазоне, она светит в рентгене и в далеком рентгене. Вот, там электроны двигаются с огромной скоростью. Я уже говорил здесь, что они двигаются со скоростью примерно, но в третьем знаке, отличающийся от скорости шевета. У кого-то микрофон включен, отключите, пожалуйста. Вот здесь показана формула, на самом деле, значит, как заряд, как электрическое поле устроено у двигающегося заряда. Вот этот член, это стандартный закон кулона, а вот здесь, значит, некоторая добавка, связанная с V квадрат на C квадрат, с движением относительно скорости C и также с углом наклона. Это не придумано нами, это известно из Ландау, это из Фейнмана известно, из любой теоретической нормальной книги по электродинамике. И вот там такое очень интересное свойство этих быстрых частиц. Электрическое поле формируется по перпендикулярному направлению, а по продольному направлению оно исчезает. Вот так получается. И это сейчас я объясню, почему это очень важно. Значит, вот в той частице, которая темный водород, которую мы, значит, предлагаем, что это одна из важнейших составляющих Ленр, то в плоскости электронной пары, вот электрическое поле равно нулю, потому что там два протона и два электрона, а вот перпендикулярно плоскости электронной пары в очень узком телесном угле электрическое поле достигает вот порядка 10 во второй от значения. Как будто там 100 электронов, 150 электронов внутри в этой частице сидит. Вот по некоторому перпендикулярному направлению, но в очень узком телесном угле. И вот в этом же телесном угле магнитное поле может достигать огромных значений, потому что вот если его сравнивать с магнитным полем обычного водорода, и там электроны вращаются, они орбитальное поле создают в противе, то поле в темном водороде, оно гигантским является. Потому что, во-первых, можно ближе подойти, а во-вторых, вот по этому кинжальному направлению, можно сказать, как будто бы 150 там электронов внутри сидит. Ну, вот это такое довольно странное обстоятельство. Я хотел его проиллюстрировать вот чем. Значит, вот известна такая штука, называется дефект массы. Значит, ну вот любому участнику нашего вебинара я бы советовал почитать статью Окуня, понятие массы, УФН. Она вышла в июле 89-го года. Я думаю, не случайно июль 89-го года. Это буквально 4 месяца после выступления флешмана Японца. Потому что сразу начали смотреть, а что там с массой? Может быть, мы ошибаемся. Потому что энергия и масса – это одно и то же. Какая-то энергия начинает выделяться, что-то там с массой непонятно. И вот какое там интересное, значит, в этой статье соображение высказанное, очевидное, нам всем известно, о том, что масса, если взять, например, протон и электрон, и взвесить их там на каких-то весах отдельно, ну, например, на циклотроне посмотреть угол поворота, угол циклотронной орбиты в магнитном поле, то суммарный против имеет массу меньшую, чем масса протона плюс масса электрона. Вот на этот вот член. Это вот это вот соотношение дает релятивистская механика. Оно очевидным следствием является релятивистской механики. При более мощных, чем электромагнитные силы, когда электрон всего 1000 км в секунду двигается, а в ядре, возможно, это еще, очевидно, это гораздо быстрее частицы двигаются относительно друг друга, там дефект массы на, ну, соответственно, там на 3-4 порядка больше. То, что мы имеем при распаде ядра обычно. Вот таким образом эффект, то есть масса суммы двух частиц не равна сумме масс. Вот это вот важнейшее следствие релятивистское. Вот с зарядом, по-видимому, происходит такая же история. Вот то, что мы видим по нашим экспериментам и по нашим расчетам. Заряд составной частицы, состоящий из двух зарядных частиц, не равен сумме двух зарядов. Он меньше. А меньше это более отрицательный становится. Вот это один из наших важных результатов. Ну, и еще важная вещь, это химические свойства темного водорода. Он может, вот нечто аналог протонной связи, нечто аналогичное водородной связи, извините. Вот ее можно даже назвать темно-водородной связи. То есть не атом или ядро А соединяется с ядром В, а посредник у них есть. Вот этот темный водород, который выступает, это маленькая, очень маленькая частица. Я напоминаю, это 10 минус 13 метра. Она позволяет, вот на этом рисунке мы видим, ядру А и ядру Б очень близко подойти друг к другу. За счет поляризации, ведь мощнейшее электрическое поле создает эта частица, как я только что говорил. И ядра вот эти А и Б притягиваются к какому-то электрическому отрицательному какому-то веществу, как будто и легко подойдут друг к другу. А тут вот уже на расстоянии 10 минус 13 легко могут быть инициированы туннельные эффекты. Ну и к тому, что таким образом, по-моему, вот таким образом образуются кластеры неизвестного излучения, которое Леонид Рускоев назвал странным, но мы предпочитаем пользоваться термином неизвестное излучение. Леонид, извини, что мы так тебя поправляем. Но все пользуются термином странное излучение, тем не менее. Ну и вот заканчиваю, значит, вот мы показали, что вот эти частицы, которые в разряде образуются, вот здесь вот разрядная камера, они переносятся с веществом. Вот некоторые экспериментальные камеры, и мы видим, что вот в камере 3, например, которая далеко уже от разрядной камеры, примерно расстояние метр, вот здесь вот что-то в разряде происходит, мы думаем, что здесь, и мы это регистрируем с помощью наших, значит, вот ФЭО. Вот дальше это полетело с помощью, то есть это массовая частица, это не излучение, а это массовая какая-то частица, она переносится веществом потока, вот воздухом с водяным паром, и вот это мы регистрируем здесь, вот пластинки, если располагать в камере 3, вот мы видим следы вот такие. Ну, методы генерации, теперь мы знаем, что они очень разнообразны, я на этом не буду останавливаться, и методы регистрации, теперь уже нами вот этих вот странных или неизвестных излучений, они уже тоже достаточно сильно развитые. Друзья, спасибо, я закончил, я сейчас выключаю свою демонстрацию, потому что мы и так уже затянули, но я надеюсь, сегодняшний день он того стоит. Николай Владимирович, я закончил, вам слово. Спасибо. Разрешение дам мне? Да, у тебя есть разрешение, пожалуйста, включай свою демонстрацию. Хорошо. Как видно? Здорово, да. Все видно? Видно, видно, видно. Так, и слышно, очень даже хорошо. Так. Ну вот, как Валерий меня просил, значит, мое сообщение, я постараюсь уложиться в полосы, хотя он любезно предоставил мне 40 минут. Значит, состоит из двух частей. Первое, это основные направления наших исследований, которые вас могут, кстати, заинтересовать. И второе, сильное ядерное взаимодействие модели Барута. Сейчас первое. Ну вот, первое направление. Удивительное, между прочим, давно занимаюсь. Кое-что уже начинаем понимать, но далеко до полного понимания. Физическая природа волны Дебройля. Что это такое? Удивительная вещь. Когда я приехал в Париж, значит, я спросил у президента фонда Дебройля, Жоржа Лошака, который у нас выступал неоднократно на семинаре, вы его, многие из вас знают. Я говорю, слушай, Жорж, объясни, пожалуйста, что такое волна Дебройля? Несколько раз обсуждали эту проблему, говорил много, понимания у меня никакого не было. Значит, тогда я обратился к его, скажем так, конкуренту, другому ученику, который более известен, между прочим, Вежье. Тот так ответил. Николя, не задавая такие вопросы, никто не знает, что такое волна Дебройля, включая самого Дебройля. Потому что Дебройля в это время в госпитале военном был, и я все-таки порывался туда, к нему проникнуть, потому что я видел только два раза в начале и в конце. Ну вот, я говорю, как так, не понимаю. Ну вот так. Ну и с тех пор, меня интереснее слабевает, но обратите внимание, какие свойства. Да, значит, я Вежье сказал, а может быть генератором волны Дебройля является масса? Он говорит, нет, быть не может, потому что безмассовая частица тоже обладает волной Дебройля. Пример, фотон и нейтрины. Я говорю, электрический заряд? Нет, не могут, потому что волной Дебройля обладает, например, Пи-0 мезоной, у которой заряд равняется нулю, и спина нет, и магнитного момента нет. То есть электромагнитное свойство полностью отсутствует, но у Дебройля есть. Итак, первое свойство удивительное. Это волна универсальная. Она не только для квантов объектов годится обратить внимание, поскольку постоянное аж сокращается. Значит, лямбда в формулировке Дебройля равняется единическая на К, где К-волновой вектор, который был известен задолго до гипотезы Планка. То есть каждый объект, включая трамвай и самолеты, нас с вами обладает собственной длиной волны Дебройля. Значит, волной Дебройля обладает все частицы, которых в настоящее время более 400, включая нейтральные. Экспериментально наблюдается дисперсия в вакууме. Что это означает? Что скорость волны зависит от частоты. Вот формула здесь приводится. То есть, если вы построите прообраз частицы в виде суперпозиции Вон Дебройля, со временем он расплывется. Для массивных частиц волна всегда больше скорости света, то есть ахионы. Для движущейся частицы мы имеем две волны, V маленькая и V большая, так что выполняется вот это соотношение. V маленькая и V большая равняется C квадрат. А для покоящейся частицы волны вообще нет. То ноль на бесконечность равняется C квадрат, по правилу Лопиталева можно раскрыть, убедиться, что это так. То есть, с этого, кстати, с покоящейся частицы Дебройль и начинал. Частица покоится, внутри там встроен какой-то генератор, частица пульсирует, значит, мгновенно вся Вселенная пульсирует, то есть скорость распространения равняется как бы бесконечность, то есть волны, как таковой в нашем понимании, нет, а есть просто колебания. Ни одно из этих свойств не объяснено теоретиками до сих пор, хотя на эту тему были опубликованы тысячи, я думаю, десятки тысяч работ. Второй способ методы – новый метод выселения вероятности реакции рассеяния и распада. Вот моя дипломная работа была, о которой скажу еще чуть позже более подробно, была посвящена реакции захвата реакторных антинейтринополяризованной протонной мещенью. Вычисления с учетом спин, как известно, очень громоздкие, и когда я понял, что мне придется всю жизнь этим заниматься, значит, я задумался о том, есть ли другие методы, более простые. Оказалось, их много. Вот я проиллюстрирую один из этих методов на простом примере, метода Картана. Таких методов мы придумали больше десятка. Метод Картана из отробных векторов. Представим себе вектор f из e плюс и h. e плюс и h. Квадрат вектора равняется нулю. Такой вектор называется затропный. Значит, и мы получаем две связи. Вот здесь e квадрат минус h квадрат. Ну, как в теории электромагнетизма. Вот две связи. Значит, независимых компонентов у вас будет только четыре. Значит, их можно описывать тензурами и спинорами. Например, фотон можно описывать тензурами и спинорами. Значит, если ошибки не сделать, то все будет хоккей. То есть, можно разные динамические примены использовать для описания одной и той же физической системы. Ну, в данном конкретном случае, что это означает? Обратите внимание. e – три компонента, h – три компонента, шесть компонентов. Вот и дивергенции, две дивергенции равные нулю, значит, для уравнения Максвелла в вакууме, например. Это просто допусловие. Значит, независимых четыре, а нам только и нужно четыре компонента, чтобы писать правый фотон и левый фотон. Правый фотон – одна в анлафи. Значит, уравнение второго порядка. Переходим к уравнению первого порядка. Значит, два уравнения получаются. И также для другого фотона. Видите, как все просто. Значит, модуль квадрат такого вектора дает плотность энергии. Значит, предполагая, что f, значит, это играет роль волновой функции. Значит, берем интеграл, получаем некую константу, полную энергию. Разделив на эту константу, на две части получаем условие нормирования волновой функции. То есть возникает новая интерпретация квантовой механики. Но, конечно, это физики не очень приветствуют. Поэтому мы иллюстрируем новые методы следующим образом. Берем какой-нибудь процесс, достаточно сложный для вычисления. Разбиваем новый метод и показываем, что можно добиться результата более простым путем. Магнитное взаимодействие на примере модели Барретта. Притяжение возможно обратить внимание при антипараллельных ориентациях магнитного момента. Это все знают. При параллельной ориентации обычно, говорят, есть отталкивание. И это правильно, за исключением случая, когда вы имеете соосную ориентацию. Тогда, обратите внимание, тоже у вас будут притяжения еще более сильные, чем в предыдущем случае. Вот этого не все знают. И возникают такие магнитные нити. Там, скажем, ядерные молекулы Баранова, например. Или нити, нити. Кто у нас еще одним занимался? Павлова, 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 Павлова. Дмитрия Павлова. И Родионов, да. Значит, вот возникает много потенциальных явок, где прячутся эти частицы, которые больше 400. Четвертое большое направление, которое в последнее время занимается, поиск причины и объяснение наблюдаемого спектра масс. Элементарных частиц. Обратите внимание, что есть такая красивая формула Барротта для лептонов. Вот она здесь приведена. Если считать массу МЕ как фундаментальная, например, какой-нибудь квантовой константой, тогда здесь существует только... Альфа – это постоянная тонкая структура, да. Придавая значение, тогда у вас только один параметр N. При N, равном нулю, получается электрон. При N, равном единице, мион. При N, равном дун, колон. При N, равном трем, четвертый лептон, который пока не наблюдается. И точность лучше, чем 1%. Обратите внимание, какая красивая, элегантная формула. Значит, ну, есть другие еще похожие формулы. Формула Каиде, формула Набу и так далее. Вот эти мы сейчас тоже объясняемся. В этом направлении, кстати, было произведено очень много... Ну, порядка десятка нобелевских премий. И до сих пор проблема масс частиц не решена. Их больше 400 уже обнаружено, наблюдается. И сколько еще будет, непонятно. Свойства нейтрино, сверхнизких и сверхвысоких энергий. Это пятое направление. Значит, ну, я что хочу сказать, что здесь у меня больше всего работ на эту тему. Больше сотни опубликовано. Но, наверное, большинство из вас это не очень интересно. Поэтому я дальше буду говорить в основном о модели Барута. Но несколько важных слов надо сказать. Тем более, что вот Вархомов об этом говорил. Значит, смотрите, физикой нейтрино в те времена, далекие времена, занимались многие. И я знаю, что все физики, которые занимались физикой нейтрино, обязательно участвовали в каких-либо теоретических и экспериментальных исследованиях. Ну, вспомним Мурумцева, да, нашего вожая учителя Владимира Ильича Царева Володю, Гапонова Юрия Скурчатовского, ну, из ныне здравствующих Пархомов. Саша в этом участвовал, Баранов Дима и многие другие. Напоминаю, что вот здесь практическое применение приводится, возможно, нейтрино. Я не все привел. Еще штук пять пунктов я мог бы добавить черным. Здесь выделено красными в эти номер три нейтринная астрофизика. И номер шесть, главный ключ к новой физике. Значит, вот в те времена, это примерно до 80-х года, только в открытой печати были работы вот только по этой тематике. Все остальное, нейтринные каналы связи с подводными лодками, нейтринная диагностика ядерных реакторов, нейтринная геофизика, нейтринный мониторик, все это была закрытая тематика во всех развитых странах мира. Поэтому был такой неподдельный интерес к этим вещам, что, скажем, во Францию меня пригласили по моим работам. Значит, моя дипломная работа, захват реакторов, нейтрино, поляризованное протонное мещение, была полюкована в известе Академии наук, который, журнал этот переводился на английский язык, by the American Physical Society автоматически. И даже доллары нам заплатили, 1200 долларов на двоих. Ну и предполагалось, что, и так оно было, что в каждой стране люди работают над закрытыми тематиками. Остальные здесь я не указал в тематике, чтобы не вызывать у вас чувство иронии, может быть, даже смеха, неоправданно, кстати. Теперь, что вас будет интересовать больше, это холодная ядерная синтез. Здесь у нас опубликовано порядка 20 работ. Вот наиболее из них, здесь две приводятся, это модели Барта-Вижье, атома водорода, опубликованы физикос летерс, координаты здесь видите. Это теоретическая работа. На него ссылаются, чаще всего ругают. И вторая работа экспериментальная. Дугар-Жабун, Федорович Самсоненко. Индуцированные реакции ДД-синтеза в сигнетоэлектриках. Долгое время вот это цитировалась работа в Википедии как первая работа в мире по наблюдению хиасов в сигнетоэлектриках. Кстати, я вчера посмотрел, вот этот раздел из Википедии вообще куда-то пропал. По этим всем направлениям опубликовано больше 200 работ, изощрено больше сотни дипломов и больше 15 диссертаций. Теперь, собственно, переходим к модели Барта, сильной ядерной взаимодействии Барта. Вот здесь приводится таблица элементарной частиц, из которых вы знаете, да, четыре типа. Сильное взаимодействие с электромагнитно-слабой гравитацией. Все другие, все явления, известные на сегодняшний день, могут быть объяснены с помощью только этих четырех. Естественно, каждый год кто-то выдвигает новые гипотезы, новые взаимодействия, экспериментально они не наблюдаются. Их свойство здесь изложено. На расстояниях, да, вот обратите внимание, что я изобразил два протона, важная вещь, не все понимают, особенно экспериментаторы, что все четыре взаимодействия вот эти вот между протонами действуют одновременно, одновременно все четыре. Вот, ну, два протона, это гелий-2-2, да, на сильную взаимодействие, имея быть мысльно, плюс-плюс заряженные частицы, электромагнитные, слабые за счет нейтральных токов, которые экспериментально были обнаружены, и гравитация за счет массы. То есть четыре типов взаимодействий действуют одновременно. И на этих расстояниях вот интенсивности здесь приведены, и они совершенно рассматриваются как совершенно независимые вот отношения энергии. Важно, что складывается у квантовой механики и квантовой теории поля, складывается комплексная амплитуда, но не потенциалы, и поэтому интерференционные члены приводят к усилению более слабых взаимодействий, что можно наблюдать в виде нарушения пространственной четности в атомах. Барков, Золотарев, Хреплович, между прочим, обнаружили в 1979 году, буквально на настольной установке, ну, несколько лет они работали, значит, вот этот эффект. То есть наблюдаются уровни, значит, переходы между ними с нарушением пространственной четности. Работа проставлялась западными физиками по непроверенным слухам на Нобелевскую премию. У нас в России представляются на государственной премии. Категорически против выступил институт ФИАН. ФИАН во главе с Генненбургом. Шридевская, как же так, огромная коллектива, сотни тысяч человек работают. Физикой нейтринно занимаются, и вот слабым заманяют. Тут три человека, тут делают такую фундаментальную работу. Как-то странно, да? Вот жаль этих ребят. Но работа произошла в свое время бум. Представляете? То есть электрон с протоном, представьте себе, электрон с протоном могут рассеиваться за счет не только электромагнитного, но и слабого взаимодействия. Ну, в основе всех этих рассуждений лежит так называемая стандартная модель, в основе которой, в свою очередь, три семестра электротонов, три семестра кварков. Вам известный факт. Это все приводит к тому, к парадоксальному результату, что мы с вами знаем примерно 4% всей материи, то есть межэластический газ, звезды вместе с полями, которые там между ними, между звездами. Вот все это вместе 4%. Темная энергия и темная материя вместе больше 96%. Что-то такое на сегодняшний день никто не знает. Значит, ну, стандартная модель и с другой точки зрения, неудовлетворительная. Обратите внимание, значит, что... Сейчас я справа вот это вот вас всех сверну, чтобы вот видеть. Ага. Вот, появились. 6 лептонов, 6 антилептонов. Это 12 частиц. 6 кварков, 6 антикварков. На три цвета 36 частиц. Итого фундаментальных частиц 48. Из того множества 400 штук, которые мы хотим объяснить. Калибровочным бассоном 12. Итого уже 60. Как минимум, вам надо задать несколько параметров. Например, массы, заряды, спины частиц. И когда вы проводите численные вычисления, значит, видите, сколько параметров надо задать, чтобы что-то посчитать численным способом. Я такими вещами тоже занимался, работая по этой закрытой тематике. Значит, идея Баратас очень красивая, элегантная. Состоит в том, что все свойства сильного взаимодействия объясняются только магнитными силами. Причем из общих принципов теории. Без введения новых частиц, кварков, глионов. И без введения новых параметров. Константы, которые здесь будут появляться, А, Б, Ц, Д. Это комбинация всех известных нам уже фундаментальных констант. Как красиво, элегантно обратить внимание. Значит, ну, откуда это? Почему так получается? Смотрите, рассмотрим уровень индирака. Надо вам включить взаимодействие, например, с электромагнитным полем. Это делается за счет включения удлинения производных стандарта или перебросивания вероятности. Появляются два слагаемых, которые нам, мы говорим, это нормальный магнитный момент, да, сигма-маш. Они ведут следующим образом. При небольших скоростях мы имеем член сигмана H, а при больших скоростях ближайшей скорости света сигма на E. Для нейтрона, обратите внимание, взаимодействие не включается. А эксперимент говорит, то есть уровень индирака стоит от точки зрения плохое, неправильное. То есть нейтрон взаимодействует с электромагнитным полем, потому что имеет магнитный момент. А взаимодействие мы не включили. Значит, Паули предложил добавить так называемый павловский член, правую часть добавить. Ну вот, возникает дополнительно два слагаемых. И тогда обращаем внимание, что при больших скоростях, например, для нейтрона, например, появляется член сигма на E. E, это индуцируется за счет H вот этого вот, да, за счет магнитного момента, за счет рельсивистского образования. И появляется странный такой член, единичка на R квадрат, в отличие от того, к которому мы привыкли, единичка на R куб. То есть вот эти результаты все это точные. До сих пор все об этом знали, естественно. Но учитывались по теории возмущений. По теории возмущений. Абар рассказал, он скоро из общих принципов теории, ну, рельсивистского варианта, то есть причины, то есть еще кое-что. Вот это получается, значит, надо решать задачу по возможности точно на, значит, во всей области изменения динамических применек. А ну, для до бесконечности, например, по энергии, да. Значит, вот товарищи, которые на английском языке присутствуют, они почитают, а я для вас на русском языке то же самое подготовил. Наблюдаемые элементарные частицы можно объяснить, как связано состояние стабильных частиц протона, электрона и ню, которая заменяет квадки. То есть по Барретту, значит, частица состоит из того, на что она распадается. И в конечном счете все нестабильные частицы вот распадутся на эти частицы. Такая странная, безумная идея, как ни странно, объясняет все квантовые числа, очарования, например, страмос и так далее. Свойства сильного самодействия, короткодействия, насыщаемость, зарядовая независимость, сильную зависимость от спинов, спаривания, принципаули и экспериментально наблюдаемый кварковый потенциал. Между прочим, обратите внимание, кулоновский потенциал, да, с поправочностью БНР, это конфайминг. Значит, объясняется только электромагнитными силами. Ну, вот свойства, еще раз, магнитного взаимодействия необычные. Значит, притяжение есть как при параллельной, так и при антипараллельной ориентации магнитных моментов, в отличие от того, что написано в учебниках по квантомеханике. Значит, зависимость разная от спины. Получается, обратите внимание, плюс-минус БНР квадрат. Значит, центробежному члену добавится еще такая добавка. БЦД я не провожу, но они автоматом фиксируются. Это комбинации констант и масс. Так, то есть, здесь не тот параметр. Плюс-минус единичный НР куб, вам всем привычный член, и плюс ДНР четвертый. И возникает керн при любой ориентации спины. То есть, электрон не может упасть на ядро по той простой причине, что невозможно раздавить один квант магнитного потока. Видите, как красиво все просто. Значит, для простой системы электрона и с протоном, если следовать вот этой идеологии, ничего не выбрасывать, обращаю внимание. То есть, до сих все об этом знали. Ну, вот Баррот был первый, который сказал, ребята, надо попытаться решать задачу точно. Потенциал имеет вот такой вид, с двумя ямами. Одна яма автоматом возникает на расстоянии 10-8 сантиметра. То есть, минус А на Р кулоновский член, плюс Б на Р квадрат. Ну, известный член H квадрат на Л плюс 1 единица. Это все автоматом получается. Вот. И магнитная область, которая нами воспринимается, воспринимается как ядерной силой. Значит, если поставить константы С и Д, которые автоматически, подчеркиваю, получаются, здесь получается расстояние для минимума 10-13-10-4 сантиметра. То есть, ядерные силы представляются ничем иным, как просто плохо изученные магнитные силы. Вот. Значит, в стандартной теории, как обычно поступают. Вы сидите в правой яме, например, в атомной физике, например, да? Вот. И вы учитываете поправки магнитных по теории возмущения, да? А ядерщики, которые занимаются ядерной физикой, сидят в другой яме. Говорят о новой тип взаимодействия, так называемой сильной, да? И они учитывают слабые поправки за счет туннелирования через барьер в другую яму. Так. Ну вот, я проиллюстрирую вам на трех, так, пока у нас идет все нормально, по плану. Значит, в примерах, заряженный, нейтринный, заряженный и нейтральный атом. Это работа самого Барута. Второй пример – атом Барута-Веже аналог гидрина. Или в терминологии, который мне больше нравится, Зателепин-Баранов – темный водород. Очень приличное такое название. Значит, кстати, вот этот термин – атом Барута-Веже – это вот мы ввели первое, да? Барут был первым, потом Веже присоединился, потом Веже сюда приезжал, мы все задали эти проблемы. Ну вот, и Веже нашу работу представлял. Он был редактором журнала «Физишклэнтерс» тогда. Значит, и, значит, кстати, вот этот тяхти авторы – это парень, которого я переманил и в Фисехов. Он пришел к нам в университет дружбы народов. Ну, как перемен, это отдельная история. Значит, все ребята, которые в Фисехе учатся или учились, они все со сдвигом, как вы знаете, ну, хорошую сторону. Пример за Телепина. Это не уникально, ребята. Да, так вот, значит, его диссертация выложена в интернете. Вы можете посмотреть как раз на эту тему. И вот третий пример – это дейтрон. Пример дейтрона в модели Барута. Объясняются все свойства дейтрона. Причем буквально на пальцах. Пошли дальше. Ну, вот пример нейтринные атомы. Предполагаем, что масса нейтрина отличная от нуля, маленькая. И магнитный момент у нейтрина все-таки есть. Это, ну, как маленький нейтрончик. Да, в буквальном смысле этого слова. Так вот, то есть нейтрина, как маленький нейтрончик. И суффикс «ино» означает, означает «маль», «маленький». Как в русском языке «чик», «чик». «Мальчик». Значит, «чипол», «чиполино», «ино» – это нейтрино маленький. Ну, ясное дело, что задача рельсивистская. Надо ее точно решать. Вот так вот, представьте себе, представьте себе, Барут точно решение получил, решение уравнения дирака. Оно здесь проводится. Два решения. Обратите внимание. Подчеркиваю, что точных решений квантовой механики, что рельсивистская, что рельсивистская, очень мало. Меньше десятка. Да? Меньше десятка. Так вот, есть точное решение, известное в литературе, но никто не знает, как его интерпретировать. Слева при «е» равняется «м», когда масса равняется нулю, квазисвязанное состояние через барьер. Значит, вот такое время жизни должно быть близко к бесконечности. И второй вариант. Если «е» равняется «м», не равное нулю, значит, вот частица может через барьер проходить, и это будет некое возбужденное состояние. Вот Бород, атом Бород Вижге, это второй пример, аналог ядрины или темного водорода. Надо подчеркнуть, что впервые гипотезу высказал Резерфорд. В 1920 году он опубликовал небольшую заметку, она у меня есть, на русском языке. Она опубликована, ну, часть ее, эта работа опубликована в таком маленьком сборнике «История открытия нейтрона». Редактором был там Д.Д. Иваненко, и он мне эту книжку подарил. Значит, смотрим сюда. Значит, Резерфорд сказал так, просто, из всего того, что я знаю, должен существовать безумно маленький атом, размер которого чуть больше ядра, буквально он сказал. И вместе с Чадвиком, со своим эспирантом, они занялись поисками вот этого атома. Атома Резерфорда назовем. Значит, в силу своей занятий, Резерфорд потом прекратил занимать эксперименты, поскольку они по 3-4 часа сидели в темной лаборатории, чтобы глаза привыкли, чтобы лучше вспышки с вентилятора веять. Вот, Чадвик остался работать один, и потом получил, открыл нейтрон, как вы знаете, статью написал первым Резерфорда туда вставил, себя вторым. Резерфорд великодушно себя вычеркнул, от тебя это будет нужнее. Вот известный факт. И Чадвик получил Нобелевскую премию. Значит, итак, здесь мы с вами рассматриваем некий маленький атом, с кемовными энергиями, по нашему прочтению гипотезы Резерфорда, кстати. Значит, вместо атома Бора, когда энергия уже электрон-вольты, да, и разница орбиты Бора по порядку величины. Значит, вот мы постарались в квантовой механике. Мы, наверное, как правильно подчеркнул, кстати, как в одном из своих выступлений, Зателепин Валера, что мы были первыми, похоже, что мы, ну, постарались точно поставить задачу в рамках квантовой механики и решить, получить потенциал для вот этой задачи и точно, и решить, да. Вот, значит, ну вот, нам удалось это сделать. Решение мы искали вот в виде, как вверху. Мы получили уровень энергии Е1 порядка 30 кФ, точность порядка 1%. И размер это от 10-12 сантиметров. Другие уровни мы тоже получили, но мы их не приводим, потому что точность вот этого метода, нашего, да, они очень хорошие, да. Ну и, наконец, переходим к примеру, к третьему, последнему, электромагнитной природы ядерных сил, например, и дейтрона. Так, Валера, сколько у меня минут осталось? Минут 3-5. Николай, у тебя вся жизнь впереди, спокойно выступай, так? Так, итак, на примере дейтрона, на примере дейтрона, значит, итак, нейрологическое рассмотрение вполне возможное, поскольку частицы тяжелые, и мы должны, мы можем рассматривать проблему двух тел, вместо проблемы частицы тел у Барута, да, вот, это наше будет упрощение. Напоминаю, что на сегодняшний день, вот я читаю лекции, уже больше 30 лет по ядерной, у кого больше 30 лет, больше 40 лет по ядерной физике, значит, когда про дейтрон мы говорим, что существует несколько десятков, порядка 30 известных потенциалов для описания дейтрона. Вот они здесь приведены, прямоугольная яма, гауссовская, экспоненциальная, юкавская, хюльденская и так далее. Значит, и таких много параметров. А почему так получается? А потому что уравнение Шрёвенгера приводит к одному уравнению скалярному для радиальной части, и там всегда сеет не менее двух параметров. Значит, поэтому, например, вы можете яму выбрать узкую, да, но глубокую, или широкую, но мелкую, и результат будет они тоже. То есть мы ядерный потенциал не знаем. Значит, хороший юкавский потенциал, вот, хорош тем, что при малых, при R, обратите внимание, к нулю экспонента Е нулевой и единичка, получаем единичку на R. Экспериментально наблюдаю, подчеркиваю, в квантовой хронодинамике возникает потенциал, который экспериментально предсказывается к квантовой хромодинамике, получается потенциал единичка на R, потому что там глюоны, как его, без точки. О, сейчас, так, далеко, я что-то далеко забежал. Итак, значит, если строг ставить задачу в духе Барвата, обратите внимание, два объекта, нейтрон либо протон, либо нейтрон-нейтрон, состоят из трех частиц, проблема шести тел не решается. Проблема трех тел точно не решается даже в классической физике. Так, значит, вот мы сделали предположение, сильное предположение, что давайте так будем поступать, будем считать пока их точными объектами, с известными свойствами, которые возьмут эксперименты, ну и с массами, с магнитными моментами. Значит, вот наше такое упрощение. Но все остальное оставляем, как у Барвата. Посмотрим, что получается. Обратите внимание, что потенциальная яма есть только при антипараллельной ориентации магнитных моментов, притяжения. Почему так? А потому, что магнитный момент протона положительный, магнитный момент нейтрона отрицательный. Это дает эксперимент. Значит, спины должны быть параллельны. То есть, триплетное состояние, наше предсказание. То есть, яма, то есть, притяжение, то есть, связанное состояние, возможны только в этом случае. При синглитном состоянии по спинам, значит, магнитные моменты становятся параллельными, наше отталкивание, нет ямы, нет притяжения. Видите, как на пальцах. А во всех книжках по квантовой механике написано так, что у нейтрона спин 1,2, у протона спин 1,2, значит, возможно, два случая. Сложить, и тогда спин будет суммарно. 1,2 плюс 1,2 единичка. Триплетное состояние. Или в разных сторон 0. Значит, поскольку синглит на опыте не наблюдается, значит, давайте мы его рассматривать не будем. Это так во всех книжках по квантовой механике, включая теоретическую ядерную физику. Так написано. А тут все автоматом получается. Так. Значит, полный момент G равня цель на S, мы должны это сделать с полным спином нейтрона, поскольку у нас нет возможности выделить визуально отдельные спины нейтрона и протона, нуклона, которые сидят внутри ядра. Ну вот, смотрите, единственное хорошее, значит, надо перебрать все числа L и S, все возможные числа. Вот при жирном единичке, то есть основное состояние нейтрона, вот воспроизводится все способы нейтрона. Значит, яма минус 2,2 м, размер 10 м, минус 13, да? И предсказывается еще, вот видите, D-состояние, значит, порядка 5%, все совпадает с экспериментом. И еще предсказывается, вот, дейтрон с вопросом стоит черным обозначено. Значит, обратите внимание. Значит, L там единичка, S единичка, то есть примесь, яма очень узкая, то есть четность должна нарушаться. Вот, здесь, за счет магнитного взаимодействия. Предсказание такое. Ну, там очень узкая яма, значит, трудно провести эксперимент, пока никто ничего не видел. Итак, все свойства нейтрона. На пальце, в буквальном смысле, можно это все рассмотреть. И вообще остальные случаи приводят к откалкиванию. Нет потенциальных ям, значит, не будет у вас связанных состояние. Итак, значит, выводы. В природе новое связанное состояние может существовать. Они квазисвязанные. Явления нарушения пространственной четности могут наблюдаться, да. Значит, могут возникать частицы с одинаковыми массами, с разными спинами, как в суперсумметричной квантомеханике. Вероятность переходов между ними достаточно большие. За счет электромагнитного взаимодействия и, значит, решения Баруто получается при очень таких разумных предположениях, да. И новое решение, которое еще не найдено, возможно. Надо их искать. Вот здесь пример приводится, да. Например, рассмотрим. Вот у нас электрон, да, и нейтрон, и нейтрина, да. Ну да, электрон, нейтрина. Потому что у меня эта строка управления закрывает то, что вверху написано, я не вижу. Итак, смотрим, ребята. Значит, мы предполагаем, что магнитный момент у нейтрина не равен нулю. Тогда что можно наблюдать? Это динейтронное состояние, то есть динейтрон, динейтрина, диэлектрон, магнитный позитроний, нейтринные заряженные атомы, нейтринные нейтральные атомы. Представляете? То есть целый зоопарк частиц появляется, который должен наблюдаться. Значит, новое состояние генерирует новую физику. Значит, электромагнитное взаимодействие здесь играет главную роль, а именно они ответственны за те явления, которые происходят в конденсированных средах, которыми вы, дорогие теоретические экспериментаторы, занимаете. Занимаете при изучении явления холодного ядерного синтеза или низкогенетических ядерных реакторов. Спасибо за внимание. Николай Владимирович, огромное спасибо за очень интересное, замечательное выступление. Друзья, на этом сегодняшний наш, наша программа исчерпана. Я хотел бы сказать, что было очень много желающих и есть много желающих поздравить Николая Владимировича не просто как тост произнести, а научным способом. Поэтому мы решили еще один семинар, вебинар посвятить вот такому выступлению, обзорному. По сути дела, подведение итогов, что же мы на текущий момент знаем. И таких людей, желающих выступить еще, где-то там набирается 10-12 человек. Поэтому 26 мая, следующую среду, у нас будет еще один вебинар, посвященный Николаю Владимировичу Самсоненко, но уже как бы у него своего доклада не будет, а будут разные люди, вот там 10-12 человек будут выступать. Можно сказать слова кое-какие? Просто... Скажи, да, конечно, скажи. Сегодня день рождения Федора Сергеевича Зайцева. Пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить Зайцева, хорошо известного нам выдающегося ученого, математика, физика и матфизика. С днем рождения! Пожелайте ему дальнейших творческих успехов от нашего семинара, от вашего семинара, от совета по... и от совета РАЕН. Спасибо. Володя, у него сегодня день рождения? День-день, да, сегодня у него. Ничего себе! Да, это... Володя говорил об этом, я, честно говоря, забыл. Спасибо за напоминание. Конечно, мы присоединяемся к твоим теплым словам. Я еще хотел сказать, вот потерпите немножко, два слова. У нас сегодня, Николай Владимирович, было такое большое количество участников, причем почти все дотерпели до конца. Я вот, я думаю, что я не очень ошибусь, что была очень... Вот по географии. У нас, значит, вот огромное количество стран. Вот у нас, например, из Парижа, из Бурно, люди из Хельсинки, из Киева, из Москвы, из Омска, Владивостока, из Ижевска, и Эчмиадзин, это Армения, из Челябинска, из Петербурга, вот Казань. Вот огромная-огромная география. Вот это такую географию... Валер, я не понял. Это что, поздравляешь? Я забыл. Самое главное, из Абхазии у нас тоже есть. Абхазия, вот извини, Леня, забыл про тебя. Из Абхазии есть, из теплой Абхазии. Вот. То есть, такую географию можно собрать только вот с помощью интернета. Спасибо интернету. И, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний вебинар до 26 числа. Надеюсь, явка будет тоже такая же огромная, потому что много-много интересных докладов. Спасибо всем за участие. До следующих встреч. Спасибо. Персональное спасибо Лене. Спасибо. Спасибо.